Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Окей, здорово Смотри, аккуратнее Блай, конечно, к Рогу, наверное, готовился Но урок все равно силен Невероятно сейчас Задержка уменьшилась Не 3 минуты, будет теперь 2 минуты Так что все хорошо Спонсоры Sports Gaming У меня почему-то ссылку блочит Я не понимаю, почему это Как понял, какие-то ставки американские Что-ли, или что-то такое Здесь СОС решил пилон на всякий случай Еще один поставить, потому что здесь зилок так стоит Что могут через него проскользнуть А здесь идеально, просто пилончик Он будет стоять И Нексус на 3.40 вошел, Нерж прибежал Пытался понапрягать Ничего не получилось Уходит домой Дома спорка Третья хата Криптуморы пошли В общем-то все неплохо В общем-то Чаек заварен у меня Все отлично Ребят, стал просто У меня что-то SSD начинает косячить Помаленьку Я хотел сегодня Вот реально недавно Буквально с ноги Просто системник вшатать Потому что Ну вот Ну SSD какая-то хрень есть Такая Ну что не грузится винда Просто на вот этой картинке Слете Как бы Оп И все как бы повисает Ну обычно раз Не загрузилось Перезагрузился Второй раз Как бы нажал загрузку Все Не восстановление А загрузка И все работает Но Сегодня что-то прям Ат был какой-то Ну вот раз Наверное Минут 20 я сидел Как будто Все делал Вот Короче Надо Блин Надо Проц Чтоб вывозил Получше Или этот Поднастроить Как-то И то Правда Вот Либо И с SSD Что-то надо Думать В общем-то В будущем Блин Сейчас Адовые курсы Пока Нет Другое Средство Ну может В будущем Приручим Что-нибудь Еще сборчик Сборчики Да Так Коготь Пошел Пишите Как все работает Скида Проблемы Есть Отписывайте В общем Сегодня Очень крутой Турнир Очень долго Все это Будет Проходить Но Будет В любом Случа Интересно Здесь у нас Линк Забегает Графика Их Естественно Вот Ну Так Два роботсус Добавляет Имморталы Пойдут Сейчас Иммортал Обсервер Сейчас Делается Ну 64-70 Парабам Смотрите Все как четко У этого Господина Соса Смотрите 91-80 По лимиту Просто больше Он прилетает И просто Нертя Харасит Здесь по всем Управлению Так А что он потерял Сос У нас А пилон И пробку Он потерял Охренеть Как спорка Криво стояла Просто прилетает И 10 дронов Но это не все За раз Были Конечно Минус Овер Еще Одну Спорку Нерть Решил Добавить Слушай Печаль Сюда На Америке Конечно Играют Люркерден Пошел Сос Это прекрасно Видит Здесь четвертая Хат Остается Не надо Высморкаться Будет Сходить Сейчас Что-то После Сна Есть Какая-то Тему Хотя Самочувствие Вроде как Не Вроде как Значительно Лучше Оно Чувствую Что температур Никаких Нету Антибиотики Внутримышечные Дают о себе Знать Прилетает Феникс Ядру Разваливают Еще раз Сос Теряет Одного Феникса Но И ядры Развалил Несколько Штучек По Потерям Все Замечательно Так Иллюзия Посмотрите Сос Вы наглец То Какой Ходит Тут Три Зелка Крестом Три Прибегает Нерч Хочет Здесь Подрезать Соса Но Соса Так Просто Не Подрезать Таймвар Пошел И Нерч Уходит Просто Напросто Блин Как же Долго Таймвар Урубается Но Он Очень Жестко На самом Деле Блочит Сейчас 50% Видите Раньше Меньше Чем 50 Насколько Я Помню Четвертую Хату Нерч Начинает Добывать 125 147 По Лимиту 2 2 Грейды Несмотря На То Что Сос Нерч Неплохо Подхарасил Еще Как Б Еще Как Б Унирч Чая По Лимиту Все Более Менее Вот Я Вижу 4 Люркера Сейчас Делается Есть 2 Амуркла Нужно Не успевает Ничего Закопать Сос Приходит Один Люр Минус Второй Люр Минус Третий Люр Минус Нет Третий Пока Не Минус Но Это Только Пока ГГ Это Сос Он Великолепен И Нерч Минус В итоге Сос Зашел Еще Мимо Фатонки Мимо Спорки Как Мазеркор Успел Отконтролить Вообще Просто Красав Архоны За Иммортлами Просто Иммортлополя Врубили Архуна На халяву Все разбирает Эта игра Беспотериер Практически Красавчик Сос Не любит Он Зерков А я Не люблю Не очень Люблю Нерча Ну Тут Коэффициенты Соответственно 1.14 Сос 4.16 Нерч Ждем Хост Дзем Следующую Карту Так Запрыгивая Игру Всем привет Хотел Сегодня Побриться Блин Но так Резко Все Просто Встал Туда Сюда Запилил Анонс Компьютер 20 минут Не врубался Блин Ссдх Нужно Железо В будущем Подобновить Может Ну посмотрим Сейчас По обстоятельствам Буду действовать Когда и что В принципе Пока Все Более Мень Нормально Иногда Чуток Протс Проседает И Ссдх Немножечко Косячит В общем Вот Сегодня Я показывал Уже Что Будет Сегодня У нас Будет Вот Этот Турнир Не буду Уже Озвучивать Рос-16 Великолепные Пары Великолепные Игроки Ставочки Есть На Ибете На Все Это Дело Кому Интересно Запиливайте Ставочки Вот И Сегодня Еще ВЦС Вечером Тоже Будем Смотреть Будет Очень Круто На Этом Турнире Из наших Граков Блай Играет Как-то Так Ждем Ждем Старта Игры У Кэт У Кэтс Там Чего-то Народу Почти 3К Собралось Ребят Приходите Быстрее Чего-то У нас Мало Пока Будем Надеяться Нас Будет Больше Все Лишние Ссылки Закрывать Чтоб Не Жрали Лишний Раз Ресурс 1 0 Сос Гребень Лерила Карта Следующая Че пищит Я чуть не понял А Телефон Пищит Заряжают Заряжают Пищит Пищит Разорит Меня На Электричество Яркость Не такая А не Все правильно Стояло Короче Заряжаем Телефон Продолжение следует... 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 то ловить ему здесь нечего. И решил так, по-быстренькому, так сказать, отдыхать пойти. Мне еще такое ощущение складывается сейчас по его играм. У меня за Vertex 5 вроде, насколько я помню, может 4 тоже. Продолжение следует... Захожу в игру. Утро? Может и утро, да. Народа много. Но это, кстати, не из США народ пришел, наверное, из Европы, скорее всего. 300 уже там пришло, ну нормально. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, третья игра начинается, поехали. Содержка 2 минуты, уже не 3 минуты. Кстати, ребят, проверьте-ка, знаете что? Сейчас я проверю. Одинаковая ли у меня с Кэтсом задержка. Вот они на стриме сидят, но у них прикольная улыбка стоит, у них там помещение целое, диванчик такой зачетненький. И все дела. Карта Ульрина очень чизовая, такая карта следующая. Сейчас я посмотрю просто, ребят, когда игра одновременно у нас начинается или нет с Кэтсом. Что за хрень-то его? Этот турнир я смогу на Ютуб выложить в любом случае, точно. Так, ну что, смотрим 2 минуты. Просто сейчас на 2 минутах я туда ворвусь, посмотрю, такая ли там задержка или нет. И уже посмотрю, что что-то там писал про одну минуту Кэтс. Ребятки, спонсор, спонсор турнира, вот как вы видите на графике над никнеймами esportsgaming.com slash root. Но почему-то вот у меня данная ссылка блочится, я не знаю, моим провайдером. Вот, проверьте, кому не влом, кто из России, может быть, кто не из России, у тех не будет блочится. У меня блочится почему-то, она не знаю почему. Ну, вот, попросил говорить об этом Кэтс, вот, много он там мне информации скидывал всякой, про регистрацию, про какую-то хрень там еще. Thermaltake еще спонсор. Meltdown бары какие-то там, вот. Ну, в принципе, у нас это не актуально особо, да, все это дело, но там еще вот эта вот штука у нас спонсор. Вот здесь, на этом турнире, вот такие вот дела. Уп, мигнул я случайно, походу я, да? Прошу прощения. Так, два гейта ставятся, еще пробочка уходит. Опять же, не эксус соц ставят, очень-очень ранее, нет, что будет делать. Пилончик, пошел. Так, 23 секунды, а у меня сколько? 33 секунды. У меня даже раньше немножечко игра идет, но все, отлично. Так, задержка равная, буду знать об этом. Все в порядке. Так, Пилон еще один соц ставит, нерча подблочил. Все, два адепта выходят, линги, конечно, тоже врываются, 4 штучки, но... Так, соц решил, посмотрите, какой он ясновидящий просто этот соц. Настолько он прошарен, а? Он даже знает, куда этот нерч, черт побери, побежит своими лингами вообще. Пройди дальше вперед, вот они стоят. Ну, соц решил, ладно, помилую, помилую лингов. Пошел к нерчу, сейчас пытается зайти адептами, но... Так, иллюзии полетели. Нужно отойти из-под королев. Линги выходят. Ну, соц врывается, два линга минус, еще... Еще линги забегают, будут ли еще линги минус? Иллюзии полетели, как же он контролит, а? Что-то прибедняется, что-то есть там провод, сыгрит. Лучше меня, которые намного играют. Ну, может, лучше есть, но чтоб намного, как бы, я что-то очень сильно сомневаюсь. Так, здесь бегают линги, Пилончики есть, два адепта еще выходят. Оверчарж всего один, поэтому нужно выверенно ставить его, если вообще ставить. И адепты скрылись в четвертой базе, нерж не стал их ловить. По потерям... Так, а что тут потерял? Рокку одну и что-то на 50... Еще что-то на 50 на отменял, потому что зданий за 50 просто не существует. Третий нексус соц ставит. Нерж прекрасно видит его, будет ли забегать. Грыз адептов здесь, теперь потери больше значительно стали. Начинают камни, нерж не грыз. Сам, у самого третья почти готова в хатах. Да, все с задержкой нормально, ребят, не волнуйтесь. Самое главное, что игры крутые, все в порядке. Сегодня очень долгий стрим будет, сегодня еще в УСС вечером. Ребят, смотрите, поддерживайте на премиум, подписывайтесь и тд, и тд, и тд. Приходят адептики, здесь нерж тоже решил плеткой подглочиться. Но адепты это совсем не линги, поэтому они плетку быстро сломали. Заходит соц на мейн. Нет, решил отменить, решил мне посылать сюда на смерть, наверное, адептов. Ошибка подключения. Но я понял уже, что именно так. Но самое главное, что спонсор Рутгейминг, там же какие-то мелдаун бары, я не знаю, что такое рекламируют. Я так понимаю, в графике все это есть. Я посмотрю. Да, вот, вот, все логотипы, что вот эти есть, вот, вот, вот здесь вот, вы видите, как бы, это спонсоры. Логотипы. IP на германский поменял, зашел. Ну, я думаю, это не нужно прям так сильно делать. Вот, но суть не в этом. Короче, спонсоров вы всех видите, это самое главное. И можете сами проверить, что там и как. Но я так понимаю, большинство из них, ну, Рутгейминг, команда американская, какие-то бары там. Все это американское в основном. Поэтому нам это мало актуально, как бы, да. Но упомянуть об этом нужно все-таки. Может, кто там, может, в Америке, кто живет со стрима или где-то там еще. Также Thermaltake девайса. Ну, вы поняли, короче. Спайр у них сейчас строится. Здесь блинг пошел. Старгейта нету. 51.64 по рабам. Судя по всему, сейчас пойдет выход с призмой. Ой-ой-ой, сколько тут всего идет вперед. Надо хотя парочку ревозеров. Нерчо понимает. Заказывает 6 сейчас. Перебрал с 6, как мне кажется. Отменяет. И муталиска вообще... Погодите, а ресурсы потерялись на этой отмене? Я не уверен, потерялись ресурсы. Я вижу 7 муталисков в продакшне. Но мутки недостаточно будет, чтобы драться в лоб вот с этим делом. Точно, потому что здесь 4 СН3, 4 Сталкера. Все это под Гвардиан Шилдом. Очень много адептов прывается. Нерч делает еще реводжеров, несколько штучек. Все сходит мимо. На обсервера мог попасть фаербул, но все-таки не попал. Лингов все больше и больше. Мутка полетит. Мутка в размен или нерч в лоб будет драться. Если он будет драться в лоб, то это 3-0, судя по всему. И так как я вижу, что пуш прям очень сильный получается со стороны процесса. Так, фаербулы по своей же муталискам, по-моему, прилетел. Вот так вот их ровно никто не мог продэморжить. Еще скорее всего. Так, фаербулы попадают на адептов. Нерч выводит дронов сейчас. И на Америке. Хорошо, не знаю, какая задержка там у него. По своим муталискам фаербулы полетели. Нет, что ты делаешь? Лучше бы всеми муталисками в размен, по-моему, пошел. И то бы лучше было бы сейчас. Так, фаербулчики немножечко попадают. 99 на 97 по лимиту. Сос еще давар делает. Фаербулы по призме пошли. Призма минус, но давар успел пройти. Сталкеры без блинка, к сожалению, для Протса сейчас. Выходят еще дроны. Простите, еще линги. Дронов можно было бы уже и отвезти. А то сейчас по экономике вообще слабенько все встанет. Клэд поехал-то, Нерч. Ё-моё. Кривой контроль сейчас. Кривее, я бы сказал. Блинк будет готов через секунду. Все, блинк готов. И Сос может на блинке сейчас контролить, между прочим. Может, бой принять. Отблинкивается наверх. И уходит спокойно абсолютно. Давар, Сталкер. А нет, до дептов еще идет Давар. По Мортла. Нерч Гидроден ставит. Ему нужно восстановить экономику. Экономика, как ни странно, не погибла прям так жестко. Ну вот, если бы получается, что как? Если бы Нерч муту не заказывал, у него вообще все нормально было. Он бы отбился, принял бы этот выход. И сейчас потом бы вот мутку сейчас бы заказал бы. Но получилось, что мутку заказал. У нас совсем не в тему была. Она, конечно, помогла. Пользователь Мэксон 861 активировал премиум на ваш канал. Привет всем ребят. Помните про группу ВКонтакте. Помните про все-все-все. Так, идет период Сос. Три Гидрали с Казаказа. Нерч пытается выйти в Люру. Но что-то мне подсказывает, что в Люру ему сейчас очень тяжело будет выйти. Агрессивный Блинк Сос делает. Нерч пытается и Мортла подрезать. Не очень-то просто это сделать, оказывается. Четвертую базу отдает уже абсолютно точно. Это печально. Шесть Гидралов еще. Морфит с Оверсира можно было потрясить. А почему он тут усами-то шевелит, висит? Я чуть не понимаю. Иди, Грит, отсюда. Сос. Оверсир погибает. Все, Апсервера в итоге не покуснуть. Все, Гидра есть. Апсервера все равно не сбить. Грейн же Гидре нету. Да, вообще сейчас. 36 лингов делать нечего. 152, 130. Два по лимит. Нужно бой принимать. Быстрее же. На клике хотя бы иметь этих послать. Адепты лингов неплохо. Минусуют. Ревозир фаербулы кидает в хорошие. Заходит Сос прямо. Юнитов Нерча, Реводжера, Роуч. Все это дерется. Гидра. Несколько Гидралисков. Здесь дэмэдж наносят гигантский. Просто 98 на 117 по лимиту. Муткой Нерч в это время шатает, летает. Я вообще это не заметил, ребятки. Я прошу прощения. Что-то я завтыкал на Мэнни. Вон он вообще пошатал. Все, Муталисков увезти надо. Вводит Муталисков. Обивается от Сосов. Ну, молодец. Нет, сейчас скажу, четвертая хата выжила. Хотелось бы, чтобы не в одну калитку. Почему? Хоть как бы Нерча я не очень люблю, но делает совсем не в этом. Дело в том, что если хоть европейцы, хоть у кого-то игр будут УСОС убрать, это уже хорошо. Так. Пошел ниже вперед. Мутка летит сюда. Роучер Ревлера 75-127. Похоже, в этой игре проблемы просто гигантские. Так, минусу 136.87 по лимиту. Прям, блин, Нерча в этой игре хорошо. Очень бился. Мне показалось, что уже все продавливается здесь. Но отстроился, Реводжеры помогли, Гидра, и все-таки принял бой. И сейчас тащит вот эту игру. Все больше и больше унитов. Четыре люркера первых заморфлено. Семь люркеров. Нерч, только не отдайся до люры. Да, это сейчас пилды пойдут, заходят Сос. Пилды пока не пошли. Фаерболы чуть на своих лингов не попали. Нужно аккуратнее быть сейчас предельно внимательным, Нерчук. Так, пошла атака. Сос идет вперед. Один люр закопан уже. Остальные тоже копаются. Ну, Сос развалится здесь на люре, это абсолютно точно. Пользователь в 8-7-8 раз активировал премиум на ваш канал. 56-136. Гэгэ, Сос пишет 1-2. Красавчик. Все-таки каточку взял, одну игру. Так, чуть на премиум, ребят. Максон 861. Спасибо. Всем спасибо. Так, и не пол. Боча 78 рус. Тебе спасибо. Уже 3 или 2 человека, не понимаю. Подписались? Да, мутку я заметил, но позже. Так. 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 Здорово, Смок Затащит ли Блай? Спросите у Блая Он пока вроде бы не здесь Но В скайпе он точно есть и пишет мне Вот, надеюсь, что он готовился Поперли премиумки Премиумы Так, на Яндекс что-то мне приходит Здесь Кромсвязьбанк, 200 рублей Пополнение, спасибо, братва, большое Пишите Никдеймы свои, либо в сообщении при пополнении Либо мне в чатик Отписывайте, я вас буду в списки добавлять Вот А так, большим спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok А с Хэппи еще в интервью не брали Кстати, перед МЦС, чуть не вижу пока Вижу Стирава Ну что, террасы Приону Ой-ой-ой, карты-то пошли Зерговские какие, ребятки Шанс на 2-2 есть Спасибо всем, ребят, за все За любую поддержку Это очень круто Реально, прямо Меня сейчас Ну вот Поперло что-то Ну Чисто, кстати Чем-то даже помогла болезнь Но хочу уже скорее поправить Потому что горло тоже Ну стримов, ну вот Нереально много И мне прямо это нравится Что как бы Весь пределе Турниров по Старкрафту Просто миллиард Люди тоже смотрят Вебку сделал Группу запилили Вконтакте Будем развиваться Далее Фотонщик Сос Вот ты Сос Тапартос Нерч Реагируй же Ты скорее Ё-моё Чё ты такой Медленный-то, а? Ну вот Дал пилон Поставить Балван, блин, а? Мог бы успеть До этого пилон Та бы точно Фотонку сгрыз Но 5 дронов Её и так кусают А 5 дронов Быстро очень кусают Фотонки Фотоночка падает Отлично Нерч Отконтроливай Дрона Скорее Всё, Сос понимает Что это Пасос Фотонок Раша И отменяет Всё Юнитов нет Золото Добывается Всё Мув делается Зажимаем Ещё лингов Побольше Просто Не 10 Чтоб их штук 16 Было, наверное И золото Сбреваем И Сос Вообще В печали Будет Сейчас Я честно вам говорю Ну что, прибегает Нерч начинает Нерч начинает Нагрызать У Соса Есть Смазерхор Нерч понимает Что золото Халявное Просто надо забирать Глаза горят Линги Заканут Всё, пробок Нужно сгрызть Сейчас Оверчаж Будет выставлен Всё, выставлен Оверчаж Но Сос поспешил С Оверчаж На самом деле И можно Можно прогрызать Сейчас будет Так, линги Подбегает Только не отдавать Отдаёт Ещё 2 линга 22 ещё заказано Правильно Абсолютно Считаю Зерк сейчас делает Почему? Потому что Сос пытается Отбить это золото А Зерку Нужно его просто Сгрызть Сейчас Это очевидный момент Фотон Пусть бревает Нерч Пробки тут Приходит Пытается сделать Пробок Нужно бы тоже Принять Линги Всё новое-новое Дотекают Тут одна пробка Чё-то супер Зилок Стал там В минеральной линии Зилка Нерч принимает Лингов Всё больше и больше Фотон Адепт выходит Первый У Мазеркора 50 энергии Ещё нет Адепта принимает Нерч моментально Всё ГГ Пишут Сос 2-2 Вот как бывает Ребятки Красавчик Нерч Нерч Захожу в игру Пятое решающее Ну ещё Попёрли 2-2 Счёт Я прям не ожидал Я думал уже всё 3-0 Нерч Домой идёт Отдыхать Погулять По Польше Немножечко Там Где он там Живёт В выходной день Вот Ну нет Нерч Нерч Задрот Ещё тот Какие гуляния Надо За компьютером Биться С корейцами Блин И это правильно Наша бы так Задрот 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 турнир стриму как бы я в игру еще попал вроде как я заметен что я там нахожусь привет всем ребят ну что руины сироса гигантская карта сейчас кибернетку ставит сос у нерча здесь ну честно говоря да какие-то странные фотонки были в этой игре так что там такое предупреждение ну да транслитом у нас к нельзя только было немножко разрешается потому что он тащит вот я понял ему на то ты тебя я добавил спасибо за предложение помощи там и т.д. вот не будем спорить вот и диман подошел дарова димос вот полетел мазеркор вперед здесь у нас гид на рампе пошел еще гид через оракулы играю через star gate сос соответственно будет перед робщик плюс врыв на рампу видимо готов ли сос к этому всему делу мазеркор ведет прямо сюда так пролетел оракул видеть же со стовер то уже готов перевозить все на рампу так а почему все линги в адептов то выгрызают не понимаю ну конечно сейчас нужно сваливать висит здесь оракул вернулся все оракул ну что оракул будет принимать но лиги то просачиваются мимо оракула сейчас я бы не сказал что это изи прямо куда ты нексус то грызешь ему надо уходить энергию выманивать у него бегать на муве нерж не бегает на муве нерж отдает все к чертям что-то непонятное происходит это как-то криво нерж исполняет сейчас вроде как все начиналось очень удачно но потом началось кривовато все очень честно минус овер все мероприятие это провалилось 25 41 парабамп линги на халяву врываются сейчас на вторую базу адептов начинает писать 50 энергии нету но адептов что-то многовато становится слишком уж прям таки лингов нерж заводит и кстати продолжает их строить делает коготь адепты помешку падают несмотря на то что они очень эффективны против лингов линги все новое новое заходят всего один адепт остался он там конечно удобно достаточно стоит но но рабочие падают понемножечку нужно попытаться на мой проскочить на медленно еще пилон варпит сос а здесь не проскочить здесь пилоном заблочил все предусмотрено у чертяги и овера больше нет вот блин не потерял бы овера сейчас точно гэгэнчик был бы просто сюда бы начался бы паровоз бы этот с лингами и все адептов 7 стала пытается третью занять ну пока это пробка минус но третью то он займет как ни крути 22 линга но вот перестроил все таки собак получилось что так вот нужно было значит дальше сюда пытаться прорываться пытаться пробок больше сгрызть не знаю почему не очень назад поступил у него еще там собаки подбегали по чуть-чуть в итоге соса отбил с ним все же все замечательно рабочих больше и всего больше и ну не сус отменят сейчас конечно не очень этот ну а что и ой-ой-ой и телепортнулись адептов посмотрите куда пошел в размен сейчас а здесь коготь строится все не отменен если этих адептов вот сейчас реально сгрызть блин как не очень блин всегда вот что ни говори мерзкий бесящий но игру понимает конечно неплохо очень нерч не всегда понимал вот смотрите курил что нужно отбить именно этих адепт ну правда там третий нюкс опять выставляется и адептов так просто будет не убить как же тут линги криво дерутся ёма нужно окружить их как-то хотя бы окружает сверх выгодно адепты дерутся что-то я походу на карту про сверх понимания вот адепты заходят нужно дронами им не дать зайти за минеральную линию дроны с одной стороны линги с другой аракул просто уже задолбался здесь жарить все убивать 27 юнитов убитого аракулы это слишком много 40 48 но не отбивается третий нет третья хата простите есть но уже не отменить нексус почему-то же здесь грелка во-первых летает и она сейчас двух оверах минус нет вот этих это ошибка что здесь они остались и здесь оверчажа три штуки три пилона есть адепт все здесь уже не убить ни хрена прошел еще дровар по 1 не здесь уже все здесь уже забыть нужно про агрессию нужно дома как-то развиваться ручей добавлять возможно может быть хайф хайф здесь еще лейра нету армор пошел но все правильно нужно раскачивать экономику сейчас парабам то одинаково но по лимиту на двадцатку меньше соответственно двадцатка в плюсе боевого сюда внимание особо не обращайте это бак и что-то пока вот не знаю надо проверить может там новые какие-то версии уже вышли геймхата но я уже несколько чел и все равно этот бак сохраняется почему не знаю почему восемнадцать лингов еще есть ровучи некоторое количество но здесь не просто адепты дети адепты с грелками и с оракулами между прочим, и со скоростью атаки, а не с резонирующими глебами, так называемыми, сейчас все, королевы падают, падают, все, оракул жгет, е-мое, сос еще так ставит, что чтобы не подставлялись воздушные юниты, не под что, по потерям, ну, кстати, просто тоже немало в этой игре натерял, но все равно он убивает, здесь вот в рабочий телепорт пошел, слишком жесткий развал происходит, рабочие падают все, адепты телепортируются на мейн уже, ой, тут вообще их ничего не ждет, кстати говоря, что они-то сейчас грамотно, нет, что-то сос решал, а, все, отсюда все убежало, нерча подумал, что все туда прям пойдет, но сос-хитрец, не стал сюда прям телепортироваться, адепты падают, будет на мейн врываться, да, телепортируется на мейн, еще три дрона как минимум убьет, и линга одного заберет, а то и двух, да, двух еще линга забирает, 28 дронов погибших в этой игре, здесь третий некто спокойно добывается, плюс два стергейта делается, то есть, куда три-то ему, три старки и того, и зачем трить, не понимаю, ну, в общем, решил от спайра перестраховаться, от всего решил сос перестраховаться. Четвертую Нексусу ставят, не, ну, здесь уже все, здесь уже такого уровня игрок, как сос уже ничего не упустит, естественно, здесь слишком гигантское преимущество. Ну, вот, как-то нечь в последней игре, я не знаю, то ли побоялся, то ли что сыграть, как бы нормально, попытался с этими лингами прогрызть, еще даже сос потом шанс ему дал, когда забежали они сюда, но... Ну, просто как-то так... Грелка тут на халяву залетела, кто-то видит, отводит ее. Грелку успел отвести, молодец, обсервер здесь летает, ну, обсервера вкуснуть нечем абсолютно. Три феникса строятся, плюс один делается, нет, здесь, ребятки, печаль, беда, все-таки, ну, четвертую хату не занимает. Нужно Грелкой улететь, она в атаке, в принципе, не помешает. Тем более, плюс один скоро сделается, но, собственно, что-то затупил. Может, через атаку ее вел, она сама осагрилась, я, честно говоря, не понял, что там произошло. Ну, и фениксы полетели вперед. Минус три королевы, проблемы гигантские, все, плюс один готово. Фениксы еще больнее атакуют. Королевы в пух и прах просто развалены. Фениксов уже 11 штук, здесь оверы падают, все, падает здесь. Королеву еще одну минуту снет, сейчас тот моментально, причем дрона моментально, залпа, естественно. Здесь какие-то врывы идут, но они бесполезны абсолютно. Четвертый никсус 105 на 156, но я думаю, сейчас ниже ГГ выйдет, если увидишь там четвертый никсус уже, ГГ напишет, да, он пишет ГГ, даже без обнаружения четвертого никсуса лингами. Ну, справедливость восторжествовала, но попадался нирч, прям, я вам скажу. Какой-то АБМ, смотрите, усоса. 232-то всего. Ну, где-то здесь, наверное, линги прорвались, как я понимаю. 320. Ну, да, на пятая минута, потом уже все, нирч, там что-то. Пытался, но ничего не вышло. Булайчик с рогом, что ли, дальше? Смотрите-ка, я вижу блая, я вижу рога. Ну, что же, это будет круто. Ну, что же, это будет круто. Ну, что, булайчик-то следующий, ребят. Начинает кнопочку карты черкать. Ну, вот, посмотрите. Продолжение следует... Центральный протокол, первая карта. Продолжение следует... Ну что, была я первую карту назвал, вторую ждёт. Парой там неподряд идут сверху вниз, то есть как-то там у них своё какое-то распределение, расписание. Я точно не скажу как, ребят. Но первая бо 5 заняла час. Если 8 пар, то у нас по идее с часа до 8 у нас сколько у нас получается? 7 часов. Ну я думаю, 7-то здесь всё не пойдёт прям точно, но я думаю, что не буду. Но в любом случае, там разница часа 2 максимум будет между вот этим турниром и вот с С. Так что, я так думаю, что без перерыва будет особо в стрим. Только перепушу, может быть, в общем. Захожу в игру. Так, буду переименовывать. Вы мне напоминайте, если я буду забывать переименовывать. Так, я буду забывать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Игра приостановлена Так, секундочку Что-то Блай говорит, что сервер ДimaTorzok Так, Блай попросил Ле, потому что сервер Западноамериканский, западного побережья, соответственно Он хочет центральное, почему не восточного тогда, я не знаю, почему центрального Так, а где было же, а язык и регион А не, восточная, да, да, Бразилия, Австралия тут еще есть Так, а, да, 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 да Продолжение следует... Прикольно, конечно, что сейчас вот здесь корейцу халявнее, в общем-то, западное побережье получается. Продолжение следует... 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 Понял, где Восток, 170 пинг, странно. Ну, кстати, многие говорили, что с Украины, хотя вроде как-то теоретически ближе, да, как бы, но пинг что-то больше. Не знаю. Ну, хотя, в принципе, северо-запад, где-то вообще там граница с Румынией почти там, так что хз. Ну, будем смотреть, будем смотреть, что там далее. Блай пытается пушить, с однобазовая такая тема. Здесь у Рога без мува бейлингов проходит на мейн Блай четырьмя бейнами, посмотрите, но взрывает, хорош, Блай прорывается, посмотрите, Рог в кучу все собрал, куда ты все собрал-то? Какой взрыв, Блай, что ты не взрываешь это? Взрывается Блай, но поздно как-то. Дронов минус в итоге, 5 на 15, ситуация по рабам. Похоже, что Блай здесь тащит, судя по всему, у Рога мув скоро будет готов, Блай грызет дронов, 4 остается, 3 дрона, неужели победа? 15-3, барабам, ну, я не знаю, Пинг же зарешал у Рога или что, да, 1-0 Блай, красавчик, я уж перепугался сейчас, что Блай не затащит, там взорвать всех рабочих сразу же, ну, кстати, судя по всему, у Рога Пинг есть все-таки какой-никакой тут, достаточно серьезный. Давайте не будем развивать, мне просто, ну, я не люблю, как бы, когда пишут всякие такие термины, не понимая как бы о них, о всей серьезности. Привет, Модила, а так я не против, сидите, срите здесь, главная культура. Пользователь НОВ активировал премиум на ваш канал. Без оскорблений. Хотя, как можно сраться без оскорблений, я даже не знаю. Без оскорблений. Где-то, спонсоры турнира данного. Украина, возможно, иначе через Москву, не знаю. Ну, так если не знаешь, то не надо тут писать. Нужно знать, чтобы писать. Ну, кстати, смотрите, у меня до соточки вообще пинг спал. На восточном будет побережье проверить, какой. Правда, что-то прыгать теперь стал. Рога выпросили. Давайте рога поставлю. НПМчик. Рог нормально кликает. Блай вообще на расслабоне что-то. Ну, естественно, рог в репке Блая не смотрел, потому что зачем рогу подстраиваться под Блая? Я думаю, что он думает, что готов, в принципе. Да любой кролее с нормального уровня, как рог, он думает, что как-то так. Продолжение следует... Так, вот, от Атак Уэлла пошли премиумки. Так что хватай, братва. Налетай на пирожки. Пользователь Броллер активировал премиум на ваш канал. А так, вчера нормально там на Блая. Кто-то еще там 4% был там, я помню. Втащил. Ну, бывает такое, реально. Ну, я не знаю, если я вижу, что такое может быть, происходить. Вот, по моему мнению, я всегда говорю. Побриться сегодня не успел. Реально. Да шарф-то обычный просто. Слава Богу, вот, уже 4 раза уколол антибиотики. Сейчас реально и лимфоузлы спали, как бы, чувствую, что температур никаких нет. Надеюсь, что с этого курса все пройдет. Мне уже задолбало это все. Надеюсь, сегодня поменьше орать буду, как бы, но эмоции передавать тоже, потому что сегодня хэпич еще будет за квот убиться, помните об этом. Вот, Блая с Рогом бьется. Если Блая пройдет дальше, вообще будет замечательно. Вот, почему? Потому что, ну, будет на что посмотреть. Естественно, я вижу Роуч Ворон. У Блая очень ранний, между прочим, Роуч Ворон. И Рог его не видел пока еще. Что бы мог значить этот Роуч Ворон, оборонительный ли, или нет? Озвучка нет, потому что задержка 2 минуты. Побежали Линги от Блая. Вперед несколько штучек. Лэйр пошел. Я не понял, Роуч Ворон то ли перестраховочный, то ли как-то после Лэйра будет что-то с этим Роуч Ворон владеет. Виду же одного Роуча заказанного. Одинокий Роуч, одинокий Волк. Ну, таракан ведь не бывает один. Это провальная стратегия. Ведь если таракан на кухне один, значит, где-то его братва должна быть. Внизу ресурсов Блая подкопил. Еще Роуч и заказывай 4. Дрончики еще пошли. Будет Мув Роучем или нет? Мне вот интересно. Если Роуч будет спайр ставить, то можно, мне кажется, на Муве Роучем до готовности спайра попытаться пробить будет Блая. Потому что Мув... Хотя он примерно столько же, сколько спайр делает. В смысле, ты приходишь сюда, когда ему еще Талиски в заказе... Так, Роуч кажется, что-то вкурил сейчас, что происходит. А, он видит, что третьей хаты нету. А почему? У него же тоже третьей нету. Блайд Спайр пошел, кстати, через Роуч Ворон. Но Блайд с Роуч Вороном Спайр делает Орог без ничто. Делает Спайр сейчас. Ну, с плетками, зато с четырьмя боится. В общем, Блайд. Решил ли я какой остров будет покупать? Я буду не остров покупать, я буду страну покупать, Японию версии Архипелаг. Почему? Потому что нужно просто немножко грейдануть ССДшку. А то, что курсы какие-то не очень. Пора сделать подешевле. Вот. Прибегают линги сюда. Четыре штуки Блайд теряет. Спайр не спалил, насколько я понимаю. Да, Спайра Блайд не видит. Но по споркам, по плеткам, по этим можно понять, что у оппонента, по-моему... У оппонента Спайр. Вижу, что... Так. Вижу, Блайд два реводжера сделал. По оверу пошли залпы. Линги где-то рядом. Вот Блайд, кстати, обманул сейчас Роуга. Показывает, что якобы Роуще Реводжер и Линги у него. Но на самом деле строит мутку. И вот посмотрите. Я просто удивляюсь. Я сейчас игру как бы не смотрел целиком и полностью. Что и как. Ну, ЗВЗ. ЗВЗ тем более. Как бы редко очень играю. Блайд тержейкер активировал премиум на ваш канал. И самое интересное, что у Блая и Роеводжера есть. И Роуч Ворон. То есть он юнитов лишних астрологов, по сравнению с Рогом. Но у него мутки больше, чем у Рога. При этом всё заказано, как ни странно. Соплай блоки там и там. Мутка летит Рога вперёд. Блая вводит оверов. Нужно больше оверов заказать. Блай заказал оверов достаточно много. Рога лимита больше у него. По мутарескам ситуация. 8 в 9 в пользу Блая. Видит Блая мутку Рога. Отгонячит. Здесь у нас линги дерут спротивировавший реводжеров. Пропускает Блай на мейнах. Это уже неприятно. Можно потерять низко... Ё-моё, на третий дроны. Беззащитный Еблай. Принимает бой Хорлявщик Рог. Нашёл уязвимое место всё-таки. Но рабочих у Блая хоть как больше остаётся. Ситуация эта великолепная для Блая. Мать мутку и просто живи как царь. А здесь ещё даже третий не готов. Блай переигрывает Рога. Вчистую. Просто вчистую. Но сможет ли реализовать? Вот это тоже очень важный момент. Потому что строится ведь из нескольких стадиях. Во-первых, план на игру определённый. По крайней мере, стратегия, тактика. Не обязательно, что у тебя план уже сразу всё продумано. Но ты должен принимать примерно, что ты будешь представлять делать. За получение преимущества. Естественно. То есть, уже вывод в эти лимиты, например. И реализация. То есть, последняя точка как бы. А реализация зачастую хромает у корейцев. С этим проблем не так уж. У них проблем обычно нету с этим. 17-14 по мутке. По грейдам. Рог впереди. Немножечко с армором. Но Блай делает армор. Вот по КДшечке. Сразу ещё атаку заказать. Было бы вообще замечательно. Вот Рог может это сделать. И он будет так впереди. Блай строит мутки больше. У него реально больше всё. Четвёртую хату раньше строит. Вообще молодец. Пользователь нагвал активировал премиум на ваш канал. Чё-то сегодня опять премиум делал. Рог летит сюда. Блай бой не принимает пока. Нужно вылетать самому. Второй армор Рог делает. Блин, вот Рог, кстати, может в мутке выиграть в перспективе. Потому что у него второй армор пошёл. Блай пытается подразвести лингами. Тут забегание небольшое делает, кстати говоря. Принимает лингов оппонента. Сейчас нужно возвращаться. Здесь что-то у версира разведают. Ну, вот посмотрите. Что вот это за реализация такая? А вот. Вот я о чём говорю. Теряется Блай. Здесь немножко лимита больше. У Рога грейды дальше пошли. У Блая даже атака не заказана. У Рога вот сейчас на лингов Блая отвлекается очень сильно. Ну, как так? Всем мутка за версирами летит. Прилетает мута нахрен. Сбрывает реводжеров, роущей. Ну, что ты делаешь, Блай? Ну, юг. Так, мутка Блая подлетает. Нужно валить Рога отсюда. Да, согласен с тобой, Ревчик. Я не подумал. Вот почему всё так было. Почему Блай смог поставить несколько роущей и роуч Ворон. Вот. Рог ставил плётки. Но! Роущи-то реводжеры газа стоят. Между прочим. Сто-сто. То есть, там два реводжера было. И ещё несколько роущей. То есть, Блай где-то три сотки газа вложил ещё в этих юнитов. А он всё равно почему-то мутки вошь. Принимает бой, Блай. Мутку Рога ломает. Тоже, кстати, второй армор заказывает. Понимает, что армор выгодит. Мутку нужно не давать отступить. Он сейчас на повороте. Можно её словить будет. Красавчик. Блай. Рог сворачивает. Ловит группу сейчас очень неслабую. Здесь одна спорка. Всё, налетай, убивай. Рог боится. Это нужно понимать сейчас. Блай, да что ты боишься? Куда ты полетел? Да он в размены идёт. Ну, что за идиотизм-то? Ну, Блай, ну. Принимает решение всё-таки драться, Блай. Мутку нужно законтролить очень чётко. Спорок нужно на какой-то базе побольше запилить сейчас, Блай. И просто убивать оппонентство. Что Блай делает? Лимита больше. Рога уже соплает блок. У Блай оверов миллиард настроен сейчас. У Рога плюс два будет готово. Рог же... Спайр Блай сразу сносит. По грейдам. Спайр, убей. Ну, Грейджи делает. Ну, что ты, ослепший, что ли? Ну, как можно не видеть кейма. Да вот же Спайр стоит. Он мут устроит. Ну, армор дал доделать. Ну, блин, ну что за бред-то, блин? Блай выносит хаты. Ну, почему это ключевое здание? Это ключевое здание. Его сразу нужно убивать. Так, заходит Блай, спорки минусуют. А одна мутка падает по юнитам. 34-41. У Блая преимущество колоссальное по муталискам. Здесь в спорке рог все минуснул. На второй базе у Блая все еще нормально. Здесь спорок миллиард рог ставит. Нужно лингов туда завести обязательно. И мутку рогу поймать. Летишь ты вперед, Блай. Е-мое, сколько там спорок. Только не наламывайся сюда, я тебя умоляю. Блай решил драться. Да иди ты муту ему убей в лоб. Спайр не минуснул в итоге. Что ж ты делаешь-то, Блай, вообще? У Блай проигрывает такую игру просто победную. Линги заходят. Реведжер есть. Лингами нужно минусовать. Все. Муталисков здесь два. Просто дронов минусни. Все. Сейчас он еще в элиминейт давайте выиграет. Это чертяга, блин. Спорки пошли. Отменять надо. Отменяй, Блай, спорки. Ресурсов не останется. Ресурсов не остается. Хата падает. Последняя хата падает у Блая. Муталисков обязательно нужно поймать. Если они под спорки успеют улететь, для Блая это провал. Это ГГ будет для Блая. Муталиски сплитятся сейчас. Блай, ну куда-то за малой-то группой летишь. Основную нужно сейчас группу убивать. Блин, мне реально тяжело это вот комментировать без переживаний. Потому что если Блай отдаст эту игру, это будет просто смешно. Это просто будет смешно. Рог разводит. Блай за тремя муталисками гонится. Последние здания Блая падают. Один газ у него остается. Три дрона у Блая есть. И все, у него ничего не остается больше. Вот что поразительно. Здесь сейчас муталисков летает. Хаты нет, но у Рога много спорок. Ну, внещу-то хотя бы можно... Ну, как внещу? Рог не будет в лоб драться сейчас пытаться. Вот в чем вопрос. Ну, Блай недоконтроливает. Здесь идеальный контроль нужен. Блай недоконтроливает. Один дрон у Блая. Есть заказ газа. Заказывай газ, Блай. Заказал. Взбивается дрон. Есть еще один спул. Все, Блай не заказал ничего. Это такой фейл. Такую игру отдать. Просто жесть. Просто жесть. Спайр не убил. Второй армор не убил. Хотя вот ты висишь, ты спайр видишь. Это приоритетное здание. Он и муталисков больше не поставит. Даже если бы там грейд не делался. Нужно его выбить обязательно. Сразу же. Но Блай нифига не выбил. И счет становится 1-1. Спорки. Вот я смотрел. Вот эти мил. Ну, дал Рогу. То есть Блай был не активен. Мутку не сплетанул. Нужно было как-то мутку сплетануть. На самом деле. Чтобы она разные базы там в итоге прикрыла. Чтобы Рог не успел спорок настроить. Он успел настроить спорок. Блай не успел настроить спорок. То есть. Когда. Когда. Вот посмотрите. Знаете в чем дело. Когда вот мутка вот так вот наверх себя полетела. Вот туда вот. В район 9 часов. И малая группа вернулась домой. Нужно было понять что сразу. Что там одна спорка. Она вообще не помеха. И боится драться Рог. Почему? Потому что он понимает что муталисков меньше. Нужно сразу же в размен было идти. То есть. Блай уже около него висел. А ему лететь до него там хрен знает сколько времени. На одной базе спорок наставил. А его убил. То есть. Этой ситуации идеальнее не придумать. На самом деле. Но Блай забоялся. Отлетел назад. Потерял драгоценных там секунд наверное 15. Рог уже прилетел за это время к нему. Блай вернулся. В итоге не расконтролил. Это полная жесть. Но я согласен что в таких ситуациях. В таких ситуациях. Это самый пик скилла вообще как бы профессионалов. То есть. Можно быть ГМЛом кем угодно. Хоть трижды ГМЛом. Вот такое как бы исполняют только на высшем уровне. Естественно. И это то о чем игрел. Это третий пункт. Есть план на игру. Есть его реализация в ходе игры. То есть. Получение преимущества. А есть реализация победы уже. То есть. Ну. Какое условие победы. Заставить игрока выйти. Либо все здания убить. Все. Вот это условие хромает. Последнее. Вот этот пункт. Ну. Блай абсолютно равную игру. Блай абсолютно выигранную игру проиграл. Сам пишет. Как я мог отдать сейчас. Ну. А как отдал? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я растерялся. Вот спорок. Вот в размене всегда опыт нужно иметь. Очень большой. Я это помню про PvP. Раньше вот в воле. Идеально. Очень я любил. Блинк на блинк. А играешь там. Или блинк роба. Или роба я против блинка. Чтобы PvP идти в размен. Потому что невероятно много игр было сыграно в этом. Ну. И понимал я там все предельно четко. Когда пробок уводить. Кто-то тупил пробок не уводил. Сразу же проигрыш был. Там и т.д. и т.д. и т.д. ЗВОЗОК В ДВЕРЬ СВОИ. Там нюансы. Но тоже их всех нужно знать. Вот таких как спорок успеть запилить. Успеть юнитов привезти. Успеть проконтролить. Чтоб оппонент спорок не запилил. Ну что. Рок с мейна стартует. Блай тоже с мейна стартует. Третья игра у нас. И естественно нужно это все исполнить при этом всем. Третья игра у нас. Ставит на золоте. Блай Беллинг БАЗ. Делает соответственно. Рок не готов пока Сиблай обводит лингов. Но это типичный Блай что называется. Если Рок Беллинг Нест не поставит. Кстати говоря сейчас. Вот он ставит. Но он позже чем у Блай. Можно. Можно попытаться тайминг словить. Чтоб продавить. Но будет все на грани реально. Блин вот такую. Если про эту игру вспоминаю тяжело конечно. Тяжело реально. Побежал Блай вперед. Золото добывается уже. Так. Дрон прибегает. Может даже наверх не лезть. Может золото просто минуснуть. Я не знаю. Но рабочих у Рога все еще больше. Королеву нужно попытаться принять сейчас. Блай подводит лингов. Все. Королева не успевает уйти. Беллинги на рампе. Морфится. Заходи Блай. Беллингов мимо проходит. Мимо королеву на хай граунде. Минусует сейчас. Так. Сбревает Беллингов оппоненту Рогу. Красавчик. Хорошая сейчас была. Было от бланя понимание вообще что происходит. Рабочие падают. Лингов все больше и больше. У Рога тоже готов. Муфу. Но Беллинга куда ты взрываешься. ВВ пишет Рог. Царь Блай вообще реализация высшая. Как он четко реализует. Какой гигантский опыт. Просто жестко. Просто жестко. Красавчик Блай. Красавчик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Захожу в игру Красавчик, Блай 2-1 ведет против рога Достаточно сильного корейца Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вторая игра Третья, просто четвертая уже игра Да, какая третья? Третья уже была 1-2, Блай ведет Пользователь Канка, подчеркивание, Певел активировал премиум на ваш канал Спасибо, ребят, всем за премиум Уже десяточка человек сегодня Ну, говорить было бы 3-0 неправильно По одной простой причине По той, что на самом деле Выиграв Блай ту игру В третьей все могло пойти бы не так На самом деле Это неправильно, абсолютно Спасибо за субтитры DimaTorzok Так, пул ставится Газ добывается в рог Блай тоже самое В этот раз в 17-ую хату Все оба играют Ну, посмотрим, во что это выйдет Так, Беломор19, спасибо тебе Я не понял, а что две ссылки-то? Что? Так, здесь приходит Лай Пытается дрона подгрызть Ни хрена не получилось Спасибо тебе за ссылки Вот, ну, что-то Что-то у меня какая-то ошибка Не качается ни хрена 2.6 этот интерфейс А вот, все, скачался Отлично А это скачается Это скачался Так, Блай пытается прессовать Лингами RockEasy Сейчас отбивается Я прошу прощения Там интерфейс менял Сейчас поменяю Его полностью Чтоб все работало Блай лингами провалился Посмотрите, это в стиле Гидры Гидры такого игрока Который из Root Команда, которая Турнир создана Вот Соходят Беллинги Блай отбивается Здесь, конечно, дронов не потерял Поле имеет уменьшка в плюсе Линга Беллинги еще строится То есть, Роучи Линга Беллинги Будет пуш Как Блая Вортик Заврил недавно Так и Блай хочет Оппонент своего пробрить Но нужно ли вперед То так спешить И тип, смотрите Здесь Беллинги есть Беллингов фокусни Блай Беллингов фокусит Отлично Линга приходит Но Черт побери Здесь Роуч очень неплохо Грызет Блай Реводжера Морфит Второго Реводжера Но Роучи Микой контроль великолепный Есть еще ресурсы Третьего Реводжера Четвертого Пшел Роуч пытается подгрызть Но Реводжеры доделываются Красавчик Блай великолепный Контроль Сейчас Овера минусовать Четырьмя Реводжерами Сейчас изи можно просто Че мимо-то идет Надо оверов минусовать Че соплай блок был Беллингов можно заморфить Сейчас Блай где-то три А, дома на обороне Три морфит Нужно заходить Здесь пару Бэйнов Тоже морфануть Сейчас Третью хату Не надо пробревать Нужно на хайграунд идти Блай видит Лингов Сейчас Третью По третьей Там фаербулы По Так, пошли Беллинги Линги Блай заходит Своими бэйнами Линги Что-то разваливаются Беллингов подбревает Реводжер Роуча Рок контратакует Час Нужно сконтролить Против лингов Оппонента Сейчас Беллингом Блай никуда Взрывается Здесь прессинг идет Рок сейчас Прирост Блай забревает Но Как хорошо Блай убивает Сейчас яйца Яйца не дают В итоге Вылупиться Лингом Неужели Блай 3-1 В итоге Просто красавчик Вообще приходит Раскатывает Блин Блай молодец ЗВЗ У него вообще Сейчас Высшего уровня Просто реально Самых топовых Корейцев Всех пробревает Ну как Самых Попштопов Ну Рок Один из лучших Корейцев В ходе был Зергов Топ-10 Точно Дэдэшки Топ-10 В какие-то моменты Топ-5 ГГ Пштрок 3-1 Лай Просто Красавчик Что я могу сказать Изич Изич Просто Так Атак Вэл За последнее время Женщина Только об одном Время Сказала Вот Не Я понял Беломор Спасибо тебе Сейчас Удалю Старый интерфейс Запилю Новый Тогда Ну что Запилил интерфейс Да 1.2.6.0.6 Скачал Пофиксит Или нет Пофиксилось Или нет Сейчас посмотрим Не знаю Какая Следующая Игра Но ждем Чтоб я Стрим Переименовал В итоге Ну как Блай Реведжеров Грамотно Подмольфил Реально Когда Линги Грызли Это Реально Круто Было Круто Так Фаербулами У Реведжера Ничем Ультимативно На самом деле Еще Тем Что они Фаербулами Очень Прям Грамотно Яйца Забревают С приростом У зергам Что у зергов Не из гейтов Все строится И В итоге Они в пуши Просто вообще Невероятно Сильны Становятся Блай Пошел Праздновать Уже Походу Ничего Не отвечает Ну молодец В любом случае Поздравляю Блая С проходом Следующий Тур Давайте Кстати Не знаю Кто следующий Вижу Келажура Вижу Полто Здесь И Здесь Так. Гидролисик. Какие зерги в топе? Тяжело об этом сказать, какие именно сейчас в топе. Почему? Потому что еще только самое начало. Ну, все те же, кто и были, в принципе. Посмотрим, как турниры корейские кончатся. Ну, Блай сейчас один из реально крутых самых зергов. Даже корейцев тащит. Так. Кингсу выкрафт сейчас. Посмотрю. Полт. Полт Келлажура у нас. Дальше, ребятки. ТВТшечка сейчас будет. Блай выигрывает Рога. И Блай как раз попадется на победителя Полта Келлажура. Блин, ну Блай с тиранами не ахти. Ну, я не знаю, сможет ли Келлажур реально выиграть Полта. Но смотря, где он находится. Потому что Келлажур он из Бразилии. В принципе, на американский сервер у него гораздо меньше должна быть задержка. Если он где-то у себя дома. Там Бразилия. Я не знаю. Или врут. Погодите, Келлажур уже врут. Он вообще может в Америке сейчас. Ну, короче, не знаю, ребят, что там и как. Будем ждать, будем смотреть сейчас. Ставочки на кипбетики на все есть. Можете ставить. Если рейдитесь на кипбет и рейдитесь через кнопку в описании черную и через СК2Т рефералку. Бласть 3.08 коэффициентом затащил. Красавчик, что могу сказать. Сейчас я переименую стрим. Привет всем, ребятки. Убла нету пока денег. Чтобы выиграть хоть какие-то призовые на этом турнире, нужно... Хотя нет, здесь распределено вроде. Сюда на 2 тысячи, я не знаю. На 9-16, а какие тут 2 тысячи баксов на все распределять. Навряд ли тут на все будет распределение. Может быть, призовый увеличится со временем. Я не знаю просто, от чего он зависит. Я думаю, что другое распределение. Задержка 2 минуты, гидролитик, помню. Так, переименовать надо. Задержка 2 минуты, гидролитик. Келажур думал, что Бу-3 хочет поменять вычеркивание свое. Так, сейчас про Зергов-то спрашивала. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Давай ГСЛ глянем. Слушай, а у ГСЛ уже ссылочка. Групп пока нету. Куда? Давайте посмотрим, например, Старлигу. Ну, на Старлиге... Ну да, как же я мог забыть? Солар один из самых крутых Зергов сейчас, конечно же, в Лотвии еще с беты. Я думаю, что Солар Рагнарок, он по ТЛСЗ здесь прошел. Рагнарок тоже неплох сейчас. Ну, как-то он процессом сливает. А Солар выигрывает все матчапы. Реально круто он играет. Вот, на Кода А кто у нас прошел? Дарк прошел. Ну, вот пока Сила Старых, очень, ну, таких крутых Зергов, пока мне непонятно. Таких, как Дарк, Лассиро прошел, конечно. Как Су, непонятно, пока они не играли с самыми сильными игроками, чтобы все матчапы оценить. Солар просто давно уже, видимо, он реально стабилен, как бы. Ну, Рог, вот Билл выиграл. Тут Рог тоже в Код С, например. Блай сейчас Код С игрока, например, забрил. И на Кейп Бэт Рейс Фарс он забрил, вот, например, еще Супера, тоже Код С игрока. Да, корейцы, не в своем сервере, но какая разница? Буквально недавно входят они и скорее на Евро всех Бриллер. То есть на Америке-то им еще лучше, как бы, играть. Поэтому, поэтому молодец в любом случае, Блай. Вот такие вот дела. Ну, а вам всем привет. Ставим сцену нормальную. И будем сейчас смотреть переименовываю стрим каждый матч. Переименовываю. Заставили на тебя, ставили тут. Товарищи. Главное, кто против ставил. Ну, хотя против там коэффициент не очень был, но я всегда всем говорю, против своих лучше не стоит. Так, пошел инвайт. Да не, вот скомментировать абсолютно точно-точно. Экстратерресиал поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Заблая, хеппи и поми. И, конечно, за уютный чатик. Спасибо, экстратерресиал. Тебе респектом. Гигантский. 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 спасибо за поддержку всем ребят поехали-поехали продолжается битва пол против и лажура у нас бьется ребят сегодня интереснейших 8 бы 5 будет на этом турнире и 200 будет вот с я не знаю какая будет пауза между вот этими всеми турнирами я думаю что будет она может должна быть потому что навряд ли восемь часов хотели в эти семь часов но навряд ли даже семь часов пойдет что вот завозы было хотя не погодить посадил пока каждая бы 5 пока 2 бы 5 2 часа уложились примерно но будем надеяться такая тенденция будет сохраняться хотя не тогда нужно все-таки быстрее тогда будет восемь часов вообще все идти и на вцс мы не успеем не так быть не должно что должно больше кончится как у вас не спосим ловишь еще про лайфа прохладный вброс ну или слабо к себе поставь так и лажу второй газ барак здесь упал то тоже второй газ но более поздний посмотрим насколько кило журс может побиться с лайфом слайд фуслов с пол там против верли выгодно ставить ну я чисто из-за моральных моментов говорю так на самом деле почему потому что ну лучше вообще как бы не на ну поменьше ставить своих только уверен что выигрывают да допустим кору еще это может быть не хладнокровная расчета какая-то вот такая вот тема кайва да а наши могут удивлять на против верди выгодно ставить то же самое и здесь как бы но там коэффициенты какие-то жесткие обычно на корейцев ну а я это в принципе не делаю ничего не ставлю никогда деньги вам не рекомендую этого делать но кто этим занимается кто прям настолько слаб что позар там не заниматься под тогда от милости просим если накидать ставить через мою кнопочку редится вот ну или кто этим там реально занимается полностью поднимает на этом 5 же другой вопрос кстати да в сообщениях дня есть в описании канала ссылка на вновь сделанную группу мою вконтакте добавляйтесь я туда стараюсь выкладывать информацию как будут следующие стримы по времени ну что проезжает киложур к полту неожиданно и что тут депошку начинает жечь просто и риперы понесли почему гранаты то не выкидывать киложур кидай гранаты что ж ты делаешь сейчас полт отобьется ну депошка догорела в итоге киложур чуть не законтролил ну и ленчика одного убил зато два рипера живут но викинг идет вперед какой с викингом то без шансов драться этот викинг всех развалит ну кроме риперов конечно будут гелионы танковать заезжает киложур полт что-то вообще как-то странно вообще действует эти киложур разваливать полта ночной что за бред происходит полт в это время рипером киложур прилетает гранатчики тут выкидывают ну циклон выходит циклон конечно же взял на прицел а здесь либератор еще прилетел ребят простите я вообще этого не заметил откуда он взялся и лажур полта вообще унижает сейчас ребятки это 1-0 похоже вообще я думаю что навряд ли пол здесь может отправиться от такой от такого просто харасса дичайшего смотрите здесь все полудухло бегает рабочий полудух так ну в мариками драться смысла я не вижу вы гриперы выкидывают гранатки полт все-таки спас но 18 28 на 14 парабам здесь здесь цешка здесь банша с инвизом 10 циклон есть танк строится киложур то неплохо сейчас осмотрю молодец сильно кстати играет киложур дитя 88 я уже твою квартиру наконец поставил я думаю то ошибся просто как бы это ты поставил свое заднее место ну а тебе так сказали просто чтобы сильно не расстраивать себя так что когда кореец проиграет просто будь готов к исходу такому расплате тоже ну что викинг забивается банша выживает в итоге чудом каким-то 20 хп у нее авто турель сейчас закончится циклон здесь буйствовать начинает 18 31 парабам 41 61 полимит не но здесь киложур уже дожмет я уверен абсолютно точно так нужно демоджинах добивать другого ксм не понял короткий вожу кто бьет не демоджинах сейчас но убивает еще несколько штук гг-пол пишет наконец-то киложур просто развалил в хлам демоджину полтон просто учится он он тоже очень нестабилен к если он проходит кида решающей стадии он все он готовится и очень круто выступает но иногда он очень часто он даже в евро вкс вы помните даже вход все бывало в групповой сливал как бы непонятно кому вообще непонятно кому а потом приходил на финал там еле-еле скрипя проходил на финалах всех просто проблевал забирал вас тысячи дальше учиться просто собственно да кстати вот здесь на плашке все спонсоры турнира представлено вот и спортгейминг этот комп что-то блочится в россии как я понимаю что я понимаю но еще не вечер поэтому не беспокойся еще может быть потащит полт хотя вот говорят что киложурка это недавно его 2-1 проблем, но это бы 5 до 3 побед ну посмотрим, пока киложурка сверхуверенно выиграла, если честно я вот и объясняю пацанам, что мне нельзя так делать на самом деле, они не понимают видишь как бы все, вторая игра началась поехали вот так вот Играет музыка Играет музыка Первый рипер заказан Полт не спалил второй барак Вот это дает он Сейчас может не подготовиться Не успеть Улучшение завершено Ну что, принимает КСМ-ку все-таки Келажур Полт обнаружил, что два барака Здесь не один в итоге Ну, марики после рипера строятся И факта Ну, тремя риперами, мне кажется Можно ворваться будет Келажур Будет ли он больше трех делать? Вот это вопрос уже Судя по всему, факта будет заказано После трех риперов Да, пошла факта Два марика рипер здесь Но рипер один запаздывает Только два пока прилетает Ну, Келажур, кстати С грамотной позиции залетает Ну что ты, ё-моё Запрыгивал Побоялся Вырываться Сейчас будет три рипера, конечно Но один дэмэджный Он не успеет Шестьдесят отрегенить Точно Келажур пытается В наглую прям проскочить Гранат кидай что-то Ну, вот рипера не законтролил Не развел сейчас Гранат этот где, ё-моё Воробов гранат Пошли Риперы пролетают Регенятся по нючку Начинают Здесь полтовский рипер Нужно бы принять его Марик и Келажур Сбревает Хорошо, посмотрите, блин Келажур контролит Не утравится его контроль Он очень чётко прям контролит Марик минус раз Марик минус Сейчас будет два или нет Забоялся Келажур А мог бы Марика убить Здесь рипер пытается Контрратковать полтовский Хорош Келажур Сбивает регены Сейчас ещё без потерь Можно сбрить Не, один погиб в итоге Блин, если бы два рипера выжило Он мог бы продолжить Здесь Харас на самом деле Здесь один Марик с одним хп Хотя нет, танк Выходит И не согласен С этим я не заметил Что танк уже здесь Так, я не нашёл Где в Москве Купить такой же стул Но его можно заказать С доставкой Кто-то писал Погугли, что-то у тебя рук нет Что-ли В Москве Что-то не можно Нельзя что-то купить в Москве А можно здесь у меня купить То это очень странно Прямо, я честно скажу Значит, наверное, ты просто ищешь Как-то не очень Так, когда РО-16 Чего? Это и есть РО-16 Мы смотрим РО-16 Или же 1-8 Если говорить другим языком Так, просканил Полт Увидел Келлажуру Увидел, что строится Медивак Танчик ещё строится 54-48 Келлажур Это впереди По всем компонентам Сейчас у Полта Разве что Третий ССШ Строится Ну, у Келлажуру Ёма, у Келлажуру Уже стимпак готов Смотрите, какой у него билд интересный С ранним стимом Получается Так, загружаются Марики в дроп Полетели Здесь ещё 2 танка Будут Ещё выход потом Можно сделать Будет Так, идёт скан Твич канал Блин, я так резко Стартанул Сегодня, что не успел Твич запилить На самом деле Сейчас можно Твич запилить Было бы На этот турнир Прилетает Келлажур Дропчик пошёл На стимпаке Выбивает Тут Викинга Пытается принять Но Викинг Чудом уходит Сейчас Так Две инженерки Полстроек Здесь у нас ещё Медивак летит С двумя танками С мариками И третий Медивак Три Медивака Можно передроб Сейчас сделать Вот где у полта Вообще не прилет Вот сюда На мейн Дропаемся Келлажур Судя по всему Будет на вторую Пытаться ворваться И это ошибка С той стороны Может быть Тупо на рампу Прилететь Сейчас было бы Проще ему Вот он залетает И на Викинга Сейчас попадёт Ещё Келлажур Затупил Затупил Ну 57-102 По лимиту И я думаю Что вложу В любом случае Здесь преимущество Получилось Этого дроба Но он мог точку Этим дробам Поставить Я не знаю Одна четвёртая Сегодня или нет Я сейчас спрошу Потому что Мне там пока не ответили А спрашивал тоже Так Тридцать сэшки Упутан Упутан Тридцать сэшки И зная Корейцев Он естественно Сейчас выходить Не будет Он будет Тащить Пытаться Вот у Келлажур Сейчас отстаёт По грейдам Уже начал отставать Ну кстати Да Келлажур Просрав этот дроб Получается Он сейчас Не в таком уж Гигантском И плюсе Оказывается По грейдам Отставание Будет серьёзное По всем остальным Компонентам Тоже будет отставание По рапам Холк понемножку Нагоняет 10 лимита Отдано Сейчас всё Преимущества У Келлажура Больше нету Никакого особо А этим дропом Просто нормально Танки прикрывай У него медивак Улетел И вижена Не было Вот сюда Вот ошибка В общем была И можно было бы Естественно Всё нормально Сделать Перелетается Цэшка 100 4 100 По лимиту Пока рабочих Больше У Келлажур Но самое главное Что Келлажур По грейдам Остаётся Сейчас это Самый большой Для него фейл Хотя на 10 Рабочих Он впереди Пытается КСМ Выбить Ничего не получается Келлажур Туриток там строит Продакшн наращивает У Пулта Продакшн уже большой У Пулта 2.2 И вот это Самое главное Так пошёл выход Да нет Пулт Я бы не сказал Что прям вообще Не очень Но Келлажур Пока на Самой ранней Стадии Пулта В хлам Укатывал В обоих Играх Но вот Одна ошибочка От Келлажура Отдача Вот этого Дропа Который Должен был Убить Просто Всё Вот здесь ИЦ И базу И даже Можно было Просто Если Келлажур Замечил Что Пулт Сюда Идёт Пулт Шёл Мариками Без Щитов И без Стимпака Отбиваться Танками Без Сиджи Здесь Два Танка Сиджи Были Столько Мариков Примерно Или даже Больше Со щитами Со Стимом И с Тремями Девак То есть Можно было Просто Разваливать Так Келлажур Что-то Тупит Танки Прямо Под Мариков Пулта Послал Но Пулт В итоге Развалился Обратите Внимание 127 123 Но Келлажура Всё равно Меньше Лимита Келлажур Продакшн Как-то Пока Не Нарастил Вот Ошибка Келлажура Две Туретки Вот Здесь Туретки Закажи Везде Обнесись Туретками Здесь Есть Можно На Второй Есть Но Мень Туретками Не Защищён Тоже Нужно Четвёртую Ставить Келлажур Уже По Грейдам Более Менее Келлажур Сравнивается Сейчас Здесь Что-то Марик Что-то Он здесь Стоит Один Келлажур Очень Срочно Нужно Убить Убивает Марик Но Сейчас Будет 2-2 В 1-1 Ситуация Некоторое Время И За Это Время Келлажур Может Например Отдаться Но Вторая Атака Скоро Будет Готова Нужно Армор Второй Заказывать Келлажур Чтобы Совсем Не Отстать Уж Пол Тест Три-три-три Заказ Вообще Замещательно У него Все Выбит Сейчас Все Больше Ничего Особо Не Получилось Так Танки Забирает Улетает Лимита Больше Соплай Блок У Келлажур Три Барака Плюс Он Добавляет Он Где На Третьей Базе Четвертая Цц Ставится В принципе В принципе Вот Как ошибки Вот эти Прошли Келлажур Особо Не Отстает Армор Вроде Как Заказал Пол Третью Атаку Заказал Только Пока Вроде Все Нормально Привет Всем Кто Недавно Пришел Ссылка На Сетку Тема Дня Есть На Эскадывайте В Описании Ходит Зад Перед Келлажур Лимита Больше Пол Тоже Рядом Сейчас 2-1 Ситуация По Грайдам 2-2 Близка Но Не Равна Совсем Пол Четвертую Тоже Занял У Келлажура Есть Непланетар Ничего Пока Не Заказано Нужно Заказывать Сейчас Пол 3-3 Делает Келлажур 3-2 Но Отставание Не Дико Большое Пол Да Это Очень Большой Плюс Сейчас Почему Потому Что Он Сможет Контролить Отгонять Медиваки Оппонента Викингами Своими Здесь Летит Дроп Минут Дроп Келлажур Дает Так Пошел Вперед Келлажур Танки Разгружает Будет ли Фокус Танков Оппонента Я не Знаю Нет Пока Фокуса Нет Келлажур Забоялся И Кстати Правильно У него Танки Демеджные Пол Очень Быстро Боисбрил Разваливается План Судя по всему 1-1 Намещается У нас Здесь Потому Что По лимиту Что-то 170 На 139 Как-то Не Очень Ну Здесь 10 Лимита Отдал Здесь Келлажур Не Ахти Подрался Медиваки Демеджные У Пол Есть Викинги У Келлажура Нет Он Не Пытается Их Пока Подстроить Это Ошибка Очень Большая Барака Хоть Побольше Добавило То Хорошо Пол Двигается Вперед Сейчас Греды Будут 2-3 Против 2-2 Ближайший Так Келлажур Пару Викингов Забрал Молодец Танки Разбудились Пол Идет Вперед Один Танк Забирает Келлажур По второму Атакует Сейчас Пол Достанет А Келлажур Видеть В итоге Не будет Викинга Минус Ну Нужно Просканить Пол Подводит Медивак Убрал Третья Атака На технику Пошла У Кстати У Пол Две Атаки На танки У Келлажура Всего Одна Еще Тут Очень Важный Момент И он Больше Не делает Как Греды Тоже Ошибка Здесь Нужны Очень Сильно Но Уровень Игры У Келлажура Неплохой То есть Пол Абсолютно На равных Он играет Но Сейчас Поморгал Когда Будут Брыг На Хайграунд С На Халяву Отдал Сейчас Просто На Халяву Отдал Почти Все Танки Кроме Одного И сзади Келлажур Дропом Как Обкарнал Посмотрите Пол Просто Обкарнал Реально Сейчас Так Танки Ближе Подлетают Келлажур Подведите Их Так Чтобы Атаковали Успевая Тут И вычинивай Зелененький Танков Взял Чтобы Атаковать Пол Но Нет Нет Увижен Что Ты Будешь Делать Да Что Келлажур За Такой Контролер Жмешь Кнопки Жмешь Не до Конца Не Дожимаешь Здесь Медиваки Пол Сбил 185 На 130 Бедные Марики Уничтожены Ничего Они с этим Поделать Не могут Келлажур Улетел Ближе У пол Уже И медиваки Сюда Подлетели Хотя Буквально Недавно Их Было Мало Реально Здесь Пятый У пол Там Долго Это Делает Уже Атакуют Танк Второго Для второго Не застает Пока Минус Танк Все Достал Выбил Молодец Пол 384 140 Келлажур Делает Третий Реморт 3 Пол 3 2 Келлажура Преимущество На стороне Пол По Грейдам Он Сейчас Келлажур Нагонит Скоро Минус 400 Минералов Только Было Только Что Заказа Мариков У Келлажура Нет Почему То Очень Что-то Тупит Он Сейчас Заказом Сильно Так Викинги С викингами Пропускает Пол Опять Сюда Неужели Непонятно Что Под Четвертую Цц Он Будет Именно Сюда Пытаться Зайти Келлажур Пытается Пойти В Размен Здесь У Пол Орбитал Кстати Тем Говоря Что Самое Интересное И Орбиталка Моментально Будет Келлажур Уничтожена Вот Он Заходит Танк Один Подловил Полт Уходит На Хайграунд Заходит Келлажур Ко Второй Базе Здесь Есть Танки Оппонента Прилетает Келлажур Будет Раскладываться Прям Под Полта Да Под Полта Раскладывается Кстати Инициатива На стороне Келлажура И Главное То Что Ключевой Момент Который Могут Спасти Келлажур Это Танки На Хайграунде Они Отсутки Есть Танки Не Прикрыты Они Ну Тут Марики Вот Сюда Наоборот Пару Привезти А Мариков Оставить Там Здесь Планетарка Она Начинает Стрелять Келлажур Мариков Не Уконтролил Такое Ущущение Что У Полта Уже Рейндж Сделал Да У Полта Рейндж Сделан Планетарка Дальше Стреляет Это 1-1 Келлажур Пытается Полта Сломать Викинг Венес Марик Не Викингов Много У Полта Вижн Сбивает Келлажур Теперь Перевести Будет Танки Дальше Танки Очевидно Очевидно Вот Прям Р 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 Ну всё, 50 на 150 или даже разница сейчас более крупная. Идёт фулл вперёд, тут викингов прикрыл своих, но не всех. Келажур всё-таки разваливает 130 на 330. Келажур продолжают убивать, у него ЦЦ только летает. Но, кстати, у фулл-то викингов-то не осталось, между прочим. И если Келажур, например, теоретически, каким-то образом, все ЦЦ-шки сейчас выявит, и все здания, где можно построить чуть-чуть воздушно, то он может ничью свести, но уже навряд ли получится. Фулл возвращается, да и здесь база живая. Келажур 1-1. Ну, наошибался Келажур. И самая главная ошибка того дропа первого отдачи, конечно, была. Продолжение следует... 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 Так, 1-1 счет, поехали. Продолжение следует... 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 Ну что, марики строятся здесь. Келлажура рипера. Рипера гелионы. Так, Хеппич любит тоже играть. Я не могу. Ну, три рипера, два гиллиона, сейчас третий будет, либератор полетит, уже было что-то подобное от Келлажура. Здесь минка у Полта. Кстати, если минку у Полта уберёт и Келлажуру получится сюда ворваться, может быть всё ещё не опасно для Полта. Ну что, дробщик полетел с мин, а, вторая здесь минка есть, кстати говоря, и с Полт сейчас, ой, если Келлажур в 7 и кучно ворвётся, тут такой залп может быть, не самый жёсткий залп, я вам скажу, нужно пробивать до пушки, риперы на хайграунд сразу залетают, викинг есть, викинга сажать будет, конечно, в это время врыв с Минка идёт, нечем отбиваться дома, вообще нечем отбиваться дома Келлажуру, он возвращается домой, по лимиту Полт уже больше, но вот Либератор прилетает, но это уже провал возвращаться домой, я думаю, вы прекрасно это понимаете. Сейчас минка закэдэшится, риперы заходят на хайграунд, так, риперы здесь взрывают сейчас очень важного викинга у нас Келлажур, но Циклон захватывает Либератора вместе с Мариками, поэтому потерян Циклон, Келлажур Келлажур 17, Полту 32, 2А1 Полт, но это типичная ТВТшка в размен моментально, здесь прилетел в 15 с Минкой, а там прилетели какие-то непонятные самолёты, которые нихрена делать не смогли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, присоединяемся, хороший пул, быстро скурил сейчас. Пользователь Валиал активировал премиум на ваш канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, время полчетвёртого... Ну что ж, ждём старт, сейчас я поставлю, отойду на пару минут и вернусь буквально через минуточку к вам другую. Продолжение следует... Так, поехали. ТСМ готов! 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 Смерть на пороге Улучшение завершено Так, сейчас подожди секундочку Почищу браузер, сделаю Всего из игры Ну что, прилетает киложур Отдается пулу сейчас Так, а что у нас тут все Не понял, или мне кажется Или как-то вид поменял Реально какой-то видон непонятный А как его назад поменять Хотя не, вроде нормальный Видон сейчас точно нормальный стал Полт с киложуром бьется Киложур пытается отбиться Полт четырьмя риперами прилетает Киложура три Короче, полт расконтроливает все к чертям собачьим И судя по всему Киложура сейчас вообще полт расконтролит Риперы в риперы Но это жестко, конечно Кто потерял больше То ты Ооо, шесть на два Потери, жесть-то У полта тоже три рипера У него ццшка уже строится У киложура риперов Меньше значительно Депошка падает уже Первый полт врывается внутрь И я думаю, что киложуру Здесь уже просто не отбиться Минус киложур 3-1 полт Все-таки полт посильнее киложура В бою пять оказался Несмотря на то, что киложур Недавно, как кто-то говорил Выигрывал 2-1 Гейл желает удачи в турнире Полт Полт у киложур Забыл вебку включить Врубаю назад Интос Рус Давай без давай Ты давай, но давай без давай Как-то так Давайте ещё раз Разбираем 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 Слух Утроем Идем Крит Третья блайн должен знать Ну что, следующую игру ждем Сейчас узнаем, кто дальше будет играть Ну да, киложур бодро начал Но мог 2-0 повести Но вторую игру слил И потом все, потом провал пошел Субтитры сделал DimaTorzok Я стримлю турнир сначала Поэтому все увидишь в записи Там, как СОС играл с НЕРЧОМ Посмотришь И все вы посмотрите Будет она на Ютубе обязательно Не знаю, пока нет никакой инфы Видимо, сейчас ищут игрока Которые дальше будут играть Давайте сетку пока тоже посмотрим Сетка есть в описании на СКДВ В темах дня на ГГ Ну что, в лайф В лайф будет с полтон биться далее Ну не знаю Конечно, полт, наверное, посильнее Килл Ажуров Гаримун, привет Естественно На результат мы посмотрим Уже потом, когда они будут биться Я не знаю, когда эта стадия будет Пока молчат Все организаторы тоже мне не отвечают Ничего Но сейчас будет какой-то дальше матч У нас еще на сегодня Я так понимаю, все матчи сегодня Хотя, может быть, что что-то измениться На самом деле Сос выиграл Нерча 3-2 Вел 2-0 Казалось же, 3-0 будет Но Нерч все-таки собрался Две карты взял Но последнюю там Уверенно защипал Вот Увидите все в итоге В записи Остается у нас сегодня 5 Фактически Бо-5 Снут Кьюрки Тлоу Гидра Вортик Срианг Марин Лорд МС То есть 2 ТВЗ ЗВЗ ПВТ А, Птидрога Хьян Еще ПВЗ у нас будет Короче, ждем Птидрога здесь Птидрога будет биться дальше Что-ли? Замечательно Вообще, хороший игрок Против Яна Будет очень такое Интересное Бо-5 Если действительно Это Бо-5 будет Блин, я походу не тому написал Бо-5 Замечательно Бо-5 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 Сдино Поптитры Бок Ба-5 Бо-5 Бо-5 да сегодня только ro 16 но это хорошо потому что было бы больше это вообще невероятно долго было бы мы хэппи не сну тогда бы с хэппи чем пересекалась с вцс а так идеально прямо до вцс все кончится так понимаю и сейчас будет битва птиц друга против я на это будет я думаю очень даже интересно можно уже смело я вижу что они черкают можно смело переименовать сейчас стрим принципе так карты все готовы сейчас будет хостить уже а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать Это хорошо, что новые люди приходят Субтитры сделал DimaTorzok 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 пробками ее не выпиливал, что я считаю ошибкой, потому что пробками можно запилить до готовности хаты ее. И здесь уже линги, королева строится, она точно успеет выйти, здесь криптуморы будут, ой, какие гигантские проблемы у Протаса сейчас. Я думаю, что если, я уверен, точнее, если что, если Хьян зажмет СЗ сейчас, он просто пробреет друга в хлам. Так, линги с королевой Зилка прогоняют, здесь еще инъекция пошла. Хата в тылу просто с инъекциями с королевой, с маслингами, это просто вот. Джеки Чан, смайл, дрога, что ты делаешь? Это 1-0 Хьян, ребят. Тут даже я не сомневаюсь, я не знаю, что тут нужно сделать Хьяну, даже если он захочет просто отдаться, это будет такое просто зрелище. Торакул вылетает, здесь можно еще одну королеву было бы построить, прибегая от линги на вторую базу без мув, пока Хьян заходит. Сейчас мув будет готов, неужели Хьян решил все-таки именно так отдаться, как я говорю, что будет не очень. Так, криптумор запилен, оракул королеву пытается пробрить, вторую королеву строил бы, достроил. Так, пилоны новые добавляются, мазер поплетает, 58 энергии есть, хверчаж пока никуда не выставлен, вот он выставлен, заходит Хьян просто на хайграунд, пилончик можно минуснуть, спокойно сейчас, что он и делает, несколькими лингами минусует талкера, гейты отключены, все, пишем ГГ, выходим, хотя не, пока оракул жив, но здесь, кстати, криптумор ставится. Не, он не поставится, в итоге все-таки криптумор повезло, здесь немножечко дрога. Линги на мэй не отдаются, на второй не отдаются, 3 ГГ, как бы тут какие ошибочки не были, а от Хьяна 3 ГГшка. Все равно ГГшка. Сержинио, привет, спасибо всем, что смотрите, захожу в игру 1-0 Хьян, как-то изи, типа, если так дальше будет, то дрога отлетит вообще. Что-то дрога после победы на Dreamhack вообще как-то выступает очень слабо. Влай тоже новоцесс как-то не актив в Европе выступил, но другие-то турниры влай тащит и очень даже неплохо. Фоги, интересная такая тема. Идея для кофты. Не успел поставить, но может и к лучшему, что не успел. Не надо тут матные слова писать. Завуалированная. 1-0 Хьян, Ульрена карта. Просто не выбил Хату вот эту дрога. Вот почему ее лучше взять. Обычно берется где-то 7 пробок, можно 8. Берете ее, запиливаете, пока она строится. Она, если и проявляется, то падает моментально просто. А вообще, чаще всего, особенно если ты гейт еще добавляешь, там приходит зелок, и он еще помогает пробкам и минусуется эта Хата до готовности вообще. Это очень важный момент. Пусть там у тебя добычи нет, зато проблем таких точно не будет. Что было нужно делать? Вот я как раз об этом сейчас только что говорил. Заказываете гейт на рампе, 7-8 пробок, туда выходите, гейт готов, зелкобустите. Все, как бы Хата выбивается, ставите них. Да, по добыче проседаешь, но зерк из-за хата тоже проседает, но в итоге более-менее нормально получается. Так. Так, пошла давыча газа. Вот ошибочка три дрона здесь, здесь один. Нужно контролить. Нужно контролить, естественно. Не знаю, когда последний отборочный ВЦС будет. Что-то там... Ну, конечно же, до начала марта он будет, так как... А, 14 февраля, по-моему, или 16 февраля закрывается ТОП-16 решится и будут отборочные. Ну, кто-нибудь знает, в чатике подскажет. Я постараюсь всё стримить. Не знаю, получится ли в игру попадать. Ну, надеюсь, что получится. Может, просто не получится, если там будут контролить, какие-нибудь админы сидеть, не знаю. Ну, вот эти отборочные КМ-ы получилось врываться. Ну, что, Хьян заблочил вот здесь вот хату, но... Дрога, точнее, Хьян. Ну, Хьян ставят на третий базе. Вот два адепта идут вперёд. Минус один линк сразу же. Адептиков иллюзии полетели на мейн. Ну, конечно же, Дрога не будет сюда врываться, я так думаю. Да, это абсолютно очевидное решение. Он врывается на третью базу. Один дрон минус. Здесь две королевы. Уже нужно быть предельно аккуратным. Да куда ты атакуешься? Вот, хоть одного-то дрона-то дофокуснул. Адепты уходят. Кстати, немного ИХП потерял фактически только поля. Строится, посмотрите, Старгейт. Где проб... Ё-моё, как Дрога ужасно играет сегодня. Вот уже, посмотрите, уже ресурсы давным-давно были. Нексус уже должен строиться секунд 30, наверное, а заказывается только сейчас. Но это полные провалы такие сейчас идут. Вот. Резко уже показывал тысячу раз. Ссылки кидал вам. Кто-нибудь, может, даже кинет. Так, опять я хьяно никмейм, похоже, неправильно написал. Сейчас поменяем. Так, даварп еще адектов. Все, полный провал, кстати. Оракул вылетает, вынужден обороняться. Но спорка, кстати, на мейне уже была, так что ладно, пофиг, что он отдался. Так, да, действительно ли у меня так? Да, я на наоборот никнейм. Пишу я, кстати, постоянно. Я на никнейм пишу наоборот. И, и, ай, и... Ай, туда. Сейчас поменяем. Ничего страшного в этом нету, я думаю. Я не сильно обидится. Главное, чтобы выигрывал. Он не проигрывал ему, я думаю. Главное, как и любителям его. Так, заходят адепты. Дрога сейчас выбивает очень неплохо. Поменял все названия, прошу прощения. 60-56 по рабам. Несмотря на то, что Дрога заказал Нексус не так рано, как он мог бы это сделать, он просто разваливает сейчас своего оппонента. 4 роучи. Роучи запоздали, но очень сильно. Оракула еще дэмэдж врублен пока. Адепты уходят домой. Но лингов еще Дрога, простите, Хьяну наместовал очень большое количество. Адепты убегают, и они успеют до рам подойти абсолютно точно. Здесь еще два адепта встречают, прикрывают. Три пилона, здесь есть третий Нексус. Заказывает Дрога, все, Хьян не сможет как-то напрягать его. Заказывает Дрога, все, Хьян не сможет. Так, газ пошел. 43-45 фурабам. 44-45 фурабам. Так, Оракула решил Дрогу Королеву забрать. Потерял одного Оракула, потому что контроль был фейловый. Залетел под спорт. Вот в чем был фейл. Но еще два дрона, правда, вторым забрал. Улетает, энергию нужно новую копить. 57-54 фурабам, но третий Нексус Дрогу уже занял. Делается ЧАЖ, делаются Имморталы. Орхончики будут сюда добавляться. Гейты новые открываются. Проход вот здесь, кстати, застройка у Дрога мне нравится. Еще бы сюда пилон поставить, чтобы, ну, вот эти как-то далековато, чтобы была перестраховка еще на гейтах. И ЧАЖ, Архон и Зилки, в принципе, все правильно. Ну, правда, Архонов пока что-то еще нету. И я не вижу вообще пока здания для Архончиков. Идет Дрога вперед, выбивает Криптумора, который здесь рядом у Пьяна есть. Заходит, ну, пошли фаерболы. По Мазеркору на тебе фаербол 61 только попал из двух, поэтому не погиб Мазеркор. Нужно аккуратнее быть, Дрога сейчас, но он удачно здесь дерется. Из-под фаерболов уворачивается. Здесь только реводжеры, между прочим, есть у Дрога. У Пьяна, простите. Спорку минуснул. Еще фил... Так, филда больше нету. Заходит дэш 13 роучий. Сейчас строится. Нужно аккуратнее быть. С Н3 попали на фаербола. Дальше уворачивается Дрога от фаерболов. Мазеркор чуть не отдал. Сейчас рабочие падают. Телепорт домой пошел. Но несколько дронов минуснул. Успел телепортнуться. Зилки добавляются. 15 дронов. Не знаю, сколько в данном уровне, но в любом случае удачно дерется. Камни пробиваются. Оракул ставит в стазисную ловушку. Что-то поздний какой-то у Дрога архив темпларов. Но вот сейчас он 3 архона сразу же сможет зато добавить, если гейтов достаточно. Сколько у него гейтов? 5 гейтов. Добавляется еще 4. Но опять же провал с 5 гейтами. Нужно гораздо больше было их строить. Сейчас 2 архончика заморфят. Нечетное число гейтов, поэтому нет смысла пока варпить еще одного птиштромовика. Он все равно слиться ни с кем не сможет. Вот. Нету ему пары. Еще гейты открываются. 9 гейтов уже хорошее количество. Есть ли призма? Нет, это Оракул летает. Это не призма. Оракул пытается улететь. Улетел. Дрога законтролил. Подальше немножечко увел его. Молодец. Здесь что-то крип очень далеко. Четвертый нету ставит Дрога. Здесь Ченжлинг заходит. Нужно было бы минуснуть его. Неужели Дрога забрался через такой проход нелепый проходить? Проба второй устроится. Что-то Дрога тянет. Плюс птиштромовики еще. Вот. Лимит 160 почти. Архонов миллиард. Иммортлов миллиард. Микс просто жесточайший. Вот. Просто тянут, тянут. Доживают до люры. Потом начинают сливаться. Да иди ты минус не. Вот. Видит же делок здесь. У Зерга мясной. Мясной микс такой. Здесь реально мясо само идет в руки. На пикник. Приходит. Так. Дрога ставят. Два таймварпа. Хьян пытается уйти. В таймварп часть юнитов попадает. Атака пошла. Два архонов много. Зелков много. Иммортлов много. Роучи разваливаются. Гидра разваливаются. Правда, часть роучей как-то дерется хорошо с архонами. Иммортлы дерутся с гидрой. Но до варх зелков и все приходит сюда. В итоге Хьян все-таки развалился. Дрога минуснул. Нету призмы вот чтобы контратаковать. Откуда зелки пришли? Зелки сверху. Как будто с хайграундом забежали. Но пилонов здесь вообще никаких нет. То есть просто на муве бежал. Дрога получается так далеко бежал. Ну зелки роучей минусует. Здесь врыв идет в семье на четвертую. В итоге Хьян не готов отбивать четвертую до варпа. Иммортлы сюда идут. Зелки новые. Так. Имморт заходит. Но Дрога не прикрывает своих же иммортлов. На четвертой базе дерется как с теми юнитами отдельно. Что за фейлы такие просто ужасные сейчас со стороны Дрога. Не понимаю. Но хату Хьяну он все-таки пробревает. Идет Хьян вперед. Но тут нет. Тут голыми роучими вот эту группу вообще не разобрать ни разу. Будет Хьянчику. Хьянчик с двумя атаками. Дрога с двумя атаками. Иммортлы неплохо дерутся. Отступает Дрога. Да вот же приведи ты прирост сюда. Посмотрите. Ну это чисто евро стиль такой бичовый. Ви. Ви. Называется. Вижу 8 роучи и 4 гидрали с К6. И ухожу просто пятью иммортлами и десятью узелками от них. Ну бывает что такое. Что здесь минутки? 320. Пользователь апарте. Го активировал премиум на ваш канал. Ну что заходит Люра. Хьян решил в атаку пойти. Лимит то близок посмотрите. Ура проходит. На муви Дрога принимает ее. Такой фейл как иммортлы сейчас. Чё ты боишься-то? Ё-моё. Иммортлы уже атаковали. Зачем ты отходит? Заново пошел. Да что ж такое происходит-то блин. Ну все равно столько Дрога здесь, что он перегруппировался и вообще унизил. Может быть даже правильно отступил сейчас. Ну тут один эффект был, что он отступил, что не отступил. Апартеррус. Спасибо тебе. Спасибо всем за поддержку, ребят. 1-1. Ждем продолжения. Глай говорит, что 12-го числа ладерная закрывается, вот эта квали, а 14-го будут финалы. Вот так вот. Так что 12-го, 14-го. Какое сегодня у нас шестое? Скоро уже, скоро. На следующей неделе получается, на следующие выходных. В воскресенье финала что-ли будут у нас. Жаль, вот блин, это так печально. Близзарды очень большую ошибку делают, что не сделали, как в доте, вот такую хрень, что можно ладер просматривать. Там даже в доте, даже если какие-то бар-коды, кривые никнеймы, то они все, ну, написаны, как бы реальные. Там можно обсерверить, как бы, даже игроков. И через это еще их и поддерживать игроков. То есть, что-то там покупать, я не помню. Здесь же почему-то этого не сделано. Это очень большая ошибка, я считаю. Представьте, какой там в ладере Рубилова будут вот эти числа за топ. За вот эти места. Можно стримить просто ладерные игры, обсерверить. Там и пригары, и все вообще, как бы. Можно весь день заседать было бы. И это вот реально, это было бы круто. Но, не знаю, может, в будущем какая-нибудь сделают. Посмотрим. Я не уверен, ребята. Абсолютно. Что с хостом-то, я не понимаю. Вот. Что-то хаст не создается, не понимаю, почему. Кстати, ГМЛ только завтра. Вот, пошел хост, захожу. ГМЛ только завтра, я как понял, появится. Как Блай говорит, 12 часов. То есть нужно сразу в ГМЛ попадать будет. ГМЛ. 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 я к друзьям захожу к другу он там часто тут у смотрит кого видел что такое там вели как бы но я уже кстати давно уже месть несколько месяцев не заходил ничего не смотрел ну а так бывает и как бы отдыхаю что зайду там если мейджеры вот эти самые крупные сидит смотрят почему не посмотреть просто как бы сфера все-таки моя грубо говоря как там и что интересно да и турнир посмотреть чуть не посмотреть так на тиньков мне 150 рублей приходит спасибо кто бы то ни был вот за поддержку вы пишите никнейм и еще если вы не через player поддерживать пожалуйста пишите никнейм и чтобы я вас списке добавлял поддерживающих вот так как у меня нет возможности ну как бы инфы кто это но если если не хотите то не пишите как то что это по желанию все просто не в чатик можете написать я добавлю не знаю где ты увидишь что батлнет еле выживает это твоя фантазия по моему все батлнетом нормально тем более близок такая шарага у которых денег достаточно чтобы сделать по моему все что угодно 1-1 руины сероса карта карта очень большая но знаю хьян он может здесь например в пул первые пул мув сыграть а может три хаты пул сыграть например второй вариант я более даже вероятным думаю что он более вероятен потому что хьян тот еще халявщик старый аладдин я думаю вы помните все не подскажет кто-нибудь что за турнир был как он назывался когда ян играл и в бо 5 все пять игр 3 хаты пул с нанивой проигрывал на него 02 но потом понял неожиданно что хьян играет 3 хаты пул бил только его выиграл две игры и решающую группе а то просто два барака на карте на двух человек смейны ему сделай просто его забрел это было просто жестко то есть я он просто урубил робота вообще бесполезного такого т-600 в четвертом терминаторе тупенького я бы сказал анонима прошарился хитрый скользняк и подстроился ну что 10 нексус после гейта такой надежный билд от друга ну хьян кстати не стал в общем-то мудрить не угадала с билдом не с двумя даже билдами не 3 хаты пул не не пул с мейна просто семнадцатая хата пулгас так партеру это ты что ли вот на тиньков конечно анонимно просто мне сообщение я сейчас жду пока закроется моя сберевская картам 40 дней календарных или не не календарных рабочих там закрывается счет мне книга к смс не беру как закроется заново открою тиньков нафиг закрою но пока вот как бы не могу я открыть открыть заново если это ты прислал напиши озвучка только через player идет но через player и проценты естественно с карты идут 10 сайту это стабильно и 66 еще за перевод с карты плюс еще каждый банк то может процент ставить а на paypal и вообще там какая-то фиксированная сумма плюс процент плюс процент сайту то есть например 50 рублей там чуть ли не 20 забирается как бы ну вот это идиотизм полный как бы сумма больше по тому же разница небольшая а счетчик давай в опять прошу прощения короче ребят любом случае всем за поддержку спасибо большое очень приятно и учитываю сейчас рекламы почти нету премиум и поддержка это все практически что присутствует реклама вообще просто там провал также помните что на и быть и ставочки и сможете их пилить и м new york 2014 говорят да понял да вспомнил я тоже тоже что нью-йорк вроде американский был турнир я помню что американский но что именно было мига с 2014 не хотя я у тебя гриви тысячи тонн может быть раньше это было 2013 тоже два года назад это было так что вполне возможно что и так минус овер делает друга проход гейты есть дрогас начинает добывать фениксов массит не стала ракула строить кстати говоря прям сразу через фениксов обменин пошел ну зато фениксов быстрее такая группа штук пять будет 9 лингов сайте как раз пищеновых я на контроль 3 xyl nagi завел вообще вот вот это вот учитесь контролю посмотрите вот сюда еще только лингово поставить вот все вот эту часть карты только низ не контролит вот все увидит абсолютно здесь здесь сплошная сплошной vision идет красавчик да совершенно верно если там чуть не запускается на ска 2 то вы пробуйте новые врану другие браузеры и мл 5 галочка возможно надо поставить у вас не стоит то есть там в этом соль как бы я не знаю когда это все пофиксится ты бы и пофиксится ли вообще и не хотелось бы чтобы у всех везде все одинаково работала чтобы ну конечно же это гораздо лучше стрим сервису что если у всех все нормально виде запускается без лишних заморочек потому что не все знают как как вообще где эти галочки что это вообще такое не говоря уже более глубоком понимание я сам не все знаю так овера подрезает друга кстати контроль хороший фениксами идет лимита больше рабочих почти одинаково третий них сейчас будет я понял лапарта что это ты теперь сейчас добавлю тебя в список ну что продолжает летать друга харассить вот кстати контроль фениксов у друга на уровне хорошем то есть он не подставляет их под дэмэдж отводит очень четко вот у меня но это надо задрачивать конечно потому что если ты не так четко контролируешь постоянно один вперед выходит получает дэмэджи больше другие когда ты их местами меняешь тогда конечно же они успевают регениться королеву друга предстоит но минус феникс улетай же ты прям через гидру только похвалил ну вот е-мое моих мои моя похвала как влияет да жёстко-жёстко улетают фениксы два потеряна но хоть королев рабочих подрезал по рабам дроба в плюсе заказывает восемь гидов сколько у него уже есть гидов уже есть три плюс восемь одиннадцать хоть и одиннадцать пуш будет идти ну где же призма тогда будет идти пуш но здесь ставится спайр и сейчас он уже будет готов этот спайр фениксов еще насливал две штуки где спайр вот он спайр есть сейчас будет свитч мутку в перспективе от яна и если другу сейчас прямо выход не будет делать то он просто-напросто затерпит от муталиска потому что феникс у него всего три штуки осталось если мутки будет штук 15 более заказано это будет очень больно но хьян вообще мутку не делает он по земле только готовит очень странно вообще зачем спайр тогда добавлял непонятно ну вы поняли что с фениксами произошло минус все свичься в мутку просто шатай меня сколько хочешь друга призму вдруг готова но сейчас минус призму будет не слава богу хоть призму за контроль так 4 не кустая куда ты ей летишь куда ты ей летишь так 151 на 180 еще сейчас архончик добавится но микс просто просто неплохой я скажу вам против яновского такого пилонов достаточно то есть четыре у верчажа будет но ян заходит широким фронтом дрога как-то поздно реагирует верчажи пошли все не только три почему-то у верчажа дрога успел выставить остальные не успел архоны идут вперед филды хорошие что архоны с флэш очень хорошие будут наносить я на разбегается в разные стороны всеми юнитами чтобы дрога меньше минуснула вот как что-то подобное блаю сейчас дрога делает как два этом за группой муталисков где их меньше полетел так и хьян побежал за группой где реально меньше юнитов у зерга и еще начал отдавать все растянуто в итоге туда варп у нас архоны мортал сверху что ты делаешь дрога иди добиваясь призмы 15 муталисков строить 16 все свич мутку пошел дрога к мутке не готов но 14 нексус правда есть до варп на мэйне идет муталиски так призма будет выбита сейчас призма выбивается зелки королеву моментально проблевает но несколько дронов сбреет дрога нужно фениксов сразу начинать строить почему-то один сейчас заказан у дрога нужно больше заказать ему обязательно ну зелки несколько дронов еще минус нули неплохо 4 архистром века еще а 7 фениксов есть гадите дрога увидел спайр все-таки что ли да а он видел вообще он фениксов вообще начал раньше давай сейчас 8 уже будет на 4 нексус в рыв идет фатонок добавляет очень четко дрога обороняется вам скажу ребят заходят архоны заходят зелки лимиты очень близки причем здесь вот боевой дрога совсем не меньше чем у хьяна иллюзия полетела но есть и у люра уже вот это уже очень плохо но есть кстати гряб сервер это значит что друга будет нормально драться люра прям под а под юнитов прот сопоставляется один люр минус второй люр минус один правда очень сильно атакует сейчас сбоку если бы дрога сейчас не тупила сразу минус ну у и а где феникс вообще летает я прошу прощения ребят я был настолько провален сейчас в контроле стрима насколько друга был провален в контроле дома он слил из восьми фениксов 6 все три фатонки на мутке и вообще ничего не за контролем хотя о хотя ситуа по этой ситуации он должен просто унизить был восьми фениксами вот это все с контролем нормальным здесь просто отступить и все бы было замечательно но нет так блин возвращая ваш канал на сумму 300 рублей ровно спасибо за отличные выходные спасибо яра минус и мортую не это вы это печально скорее всего гг так он идет вперед минус призма контроль от друга ужасный был перехвалил перехвалил чертягу реально перехвалил началась какая-то ручка держала на сумму сто пятьдесят рублей ровно хорошего настроения и болеем за прикасет спасибо в артеру спасибо яры неожиданно так вдвоем прямо ворвались фениксов друга вообще не контролит такое ощущение как такую игру отдал такую игрищу просто отдал бас ровно все ровно ян то блин еще тоже как тот кто вообще любит сливаться просто на мой не не самый жесткий явно контролер и дрога ему просто в хлам счастливой архон куда-то забрел минус архон да что ж ты делаешь что дрога ё-моё да если ты не можешь твоя направление контролировать встань ты юнитами в центре блин на холд позишнен или домой отойди убей ты сначала мутку потом вперед иди ну реально не можешь мультитаск не делай мультитаск тогда делая клик просто и все здесь тем более возможности для него просто немерено было в этой игре ну сто девяносто восемьдесят девять на двеносто это 21 в пользу киана я так думаю друга счета забищевал хотя ситуация великолепно просто великолепно не даже как-то обидно как просто устала что вот так у друга взял и слился корейцу не кореец всегда приятно к выигрываю ну вот так у потерям другу больше пути по юнитам одинаково про тот зергом юнитов почти одинаково потерял о чем это говорит ребятки вы понимаете архонов 85 мою мою лично какая а я потери открывал все ясно бывает и такое четвертый нексу добычу друга восстанавливать вот если бы киан сейчас не шел вперед четырех нексу в принципе то лимит бы отстроился бы у дрогу бы помаленечку но киан идет вперед четвертого нексу сейчас не будет у грейдам тоже все печально гай-гай пишет дрога ждем пост на следующую игру так захожу в игру так ну что еще одна игра пошла поехали пошло-поехало ну что на этой карте киан решил с мейна начать кстати говоря если дрога будет дико халявить то могут нексус прогрызть но дрога судя по всему будет играть через может быть это гейт нексус будет кивернетка а может быть два гейта с мейна будет с эти дрога умеет так играть ей точно есть разведка не туда куда нужно идет сейчас ах ян угадывает наоборот с разведкой это очень плохо для дрога то что гад за фильм значит скорее всего дрога будет играть надежно ян идет еще разведывать тоже в противоположном направлении или он в центр вообще идет нет он идет в центр зачем он идет в центр хочет что-то посмотреть в центре я не знаю вдруг здесь пробка есть пробка здесь не ездит на ксилнаги встал но у него не встретиться значит с пробкой дрога ой-ой-ой нет дрога все-таки через нексус играет это я бы не сказал что полный провал но это не очень хорошо почему потому что дрога будет думать что он безопасности он совсем не безопасность если он зелка закажет во всех все все печально будет и ну что пробка заезжает понимая дрога что здесь агрессивный билд пошел еще эволюшн то есть перед ропами будет этот билд агрессивный дрога берет пробок и зелка сюда вниз ну вот нужно ли ему столько пробок прям вниз прям сразу было проводить ян заходят за эти дрога йома что ты творишь дрога это такой провал сейчас был а запустил все на мэн через две секунды муфлингом будет уже готов все он готов грызи пилоны ешь бананы жуй пилоны чунга-чанга адепт выходит с этим пилон получится защитить это будет очень неплохо но мэйн нужно блочить абсолютно точно еще один пилон пошел пробегает киан сюда трога вообще не площадь здесь пилон на мэне еще новый пилон пошел оставляя здесь за собой право заблочить проход дрога все-таки отбивается каким-то чудом снизу адепт зелком стоит если ты если киану не получится сейчас навалять дрога то будет все хорошо но то что он не оставил прохода седа это плохо перед роп на мэн идет дрога что за игроков что за победитель дрим хак ну ты же видел овера с перед ропом ну ты че совсем что ли я не понимаю ну зачем он здесь может быть висеть кроме как для перед ропа если здесь улын идет по паршивенький ну блин конечно будет перед роп сейчас нет дрога увел все сюда точку сбора сюда поход за еще и мазеркор увел да хоть мазеркор оставьте е-мое зелок снизу зелок пришел выгребать там еще киан там тупит не видит его даже еще адептам нет проход тяжело встать лингов очень много хиана улынь до сих пор до сих пор у дрога рабочих больше самое поразительное адепты здесь стоят около так адепты лингов дрога и криво лингов укусит так ускорение пошло на гейт на кибернетку адепта одного назад зачем-то дрога все дрога уже уходит на мэйн за то что пилон здесь стоит придется его убивать перспективе здесь все гибнет все при не то что преимущества никакого нет для дрога уже не шансы еще конечно есть но у зерга 2 хаты в одну один не ксус процу просто везде все печально во всем параметрам сейчас еще их я на мэйн собирается передропываться а дрога все юнитов держит сзади сейчас только мазеркорс адептам на мэйне есть пилоны дрога так вовремя не добавил вот что значит пилончик пораньше в рабочих запилить так уже в чаш пошел здесь все таки прогрызется дрога на мэйн вернулся оракул бустится да все идти сталкером все сбивать а линги врывается нет все правильно дрога делает нужно бустить рамку оборонять рамку верча шучий уровень все хорош дрога отбился по лимиту пока неплохо но даже не ксус тая здесь как-то выглядит печально для затеи как мне кажется почему хотя не я на еще даже вторая не раскачана вижу рауч ворон строится и убивая дрога овера красавчик сталкер выживает даже между прочим 37 28 10 на базовую какую-нибудь элегантность нужно просто сейчас демонстрировать как мне кажется хотя раучи могут встретить и принять так оракул прилетает королева спорка есть у оракул улетает регенить полей нужно сейчас 42 штучки ровно и друга выдвигается адептами тремя зелком вперед здесь сталкер адепт остался четвертого адепта берет вперед оракул еще пролетает дэм уже на получал да что ж такое 7 раучи заказа все одна базовая элегантность уже не в кадре что ручь что-то много кьян заказал ой-ой-ой и приходит друга отдаются лимит и уже равны ну кстати оракулами мазер пором развалит королев скорее всего прошу прощей мигнул я случайно сейчас мне еще скажут что ж ты мигаешь то здесь кей давай эмоции своих будем выражать без таких слов всяких не очень хороших что строится грелочка нексуса не будет ян приходит говорит кстати у друга срок больше и она блин даже не пытается развиваться в сумме кстати удивляет он все равно улынет здесь сейчас грелкой можно его развалить на самом деле здесь больше него нечем грелку убить просто абсолютно королева дома 7 дронов запилена нужно идти сейчас робочи принимать крат грелки срезаешь три расстояния пожалуйста друга срезает грелкой расстояние как-то криво друга но рович минус один рович минус 2 будет оракул минус нет сейчас реводжера абсолютно точно грелка отстает грелки разогрев сейчас падет королев достаточно ли нет как-то так 55 55 по лимиту не эксус и друга восстанавливает у него еще все шансы и затащить после того что ухьян здесь делал просто ухьян абсолютно непонятные вещи делал мог бы просто заказать рабочих никуда особо не ломиться после этих ужин нет он что-то там на какой-то бред полный делать в итоге на отдавался по всем направлениям и ситуация так себе уже так дрончик минус грелочкой прилетел дрога красавчик а почему бы нет чук грелочкой не подхарасить а на мэне оракулом например хорошо встал кстати только сейчас спорку достала 3 дрона минус 32 30 пара бам уже дрога впереди ма по лимиту молодец на самом деле что не сдается и его награждает за это в общем-то обстоятельства что я начал делать полный бред и в итоге мы имеем что ухьяна просто-напросто без лейра он сейчас будет улынить королевы ровущей реводжами это даже очевидно становится сейчас ну хотя нет третью ставят будет олынить или нет пока непонятно пролетает оракула мимо королев на мэне тоже наверняка королева есть поэтому нужно быть аккуратнее крип уже тумор уже здесь я так благодаря реводжеры пошли это говорит о том что скорее всего скорее всего вот увидел дрога королев и будет судя по всему обороняться сейчас он естественно ну конечно будет обороняться но главное чтобы он не подумал что ему вперед сейчас нужно идти срочно куда-то так вайлайт заказан гейтов сколько у нас четыре штуки гейта грелочка летится эти третью отменять если хьяна сейчас уйдет крипту мара новой пошли ну кстати блин хп много набралось пораньше бы грелкой полилетел может быть что-то и получилось но пораньше не прилетел так грелка прилетает есть разогрев да не отменить не получится даже с разогревом даже если бы он был как в самом начале вола тройной когда третий просто ноут в начале вола грелкой просто райт клик делал хату если королева грелку атаковала до 300 хп успевала грелка хату довести если две стадии разогрева врубались так идет друга вперед сам а нужно ли ему вперед сейчас идти по моему абсолютно не нужно под фаерболами начинает гулять блин делается не ну вперед ему можно пойти но только на блинке как мне кажется оракул есть ревелейшн вот энергии надо подкопить бы было сейчас друга выбить вот эти крипту мары чё не чё их здесь только много вообще роба есть а сейчас афтервер будет понимая друга что нужно крипту мара выбивать перспективе сейчас будет оракула чуть не потерял пара бам хьян вперед вырывается третий нексус друга собирается ставить или что он собирается делать так здесь крипту мара чудом выжил оракула все пытается найти готове извиняем место но и он контролит везде все так нексус третий пошел но только сейчас учитывая третий нексус дрога вообще ни в коем случае в центре нельзя отдаваться просто ну никак если он отдастся с центра то это сразу бг но если третий нексус займет там блин будет блин еще что-то то может быть что-то даже и получится из этой всей стратегии дрога так еще один крипту март дрога заметил замечает выбивает весь крип ян без крипа вот это все покрывала красная ковровая дорожка точнее коричневая дерьмовая ковровая дорожка ведущая зерга к процессу исчезает не просто так не прийти сейчас будет общество я ну у него есть один оверсиру дрога с эти даршами если друга будет вниматель лен и кстати говоря у него есть грелка а грелкой можно между прочим сбить будет оверсира и он обнагленно сайте я не согласен он он не хочет ходить без дорожки своей ковровой восстанавливает прям здесь же клип молодец очень четко действует 169-119 по лимиту колоссальное преимущество из минусов у друга нет грейдов но из плюсов у кьяна тоже грейды отсутствуют и я не собирается их делать хотя есть эволюшн как и друга не собирается их делать потому что у него даже нету фаржи он вообще без фаржи и так рядом здесь ходит ян будет линолом на хайграунд ну фаерболами нужно пытаться просто оттеснить как-то видимо сейчас яну дрога идет вниз зачем ты идешь вниз но он понимает что внизу точно ловить нечего поэтому уходит в итоге и наверх если сейчас сплита нюдзер как-то на две части армии может тяжело просто быть камни сейчас упадут вообще моментально с фаерболами минус минус камни ну вот сейчас небольшую группу сюда на третье у забегания и врыв на вторую дрога не на позиции дает хиану зайти что ж ты делаешь-то ну е-мое дал зайти фаерболы просто миллиард ну кстати кривовато они там упали эти фаерболы относительно новые пошли линги забегают линги забегают очень неплохо фаерболы неплохо падают но грелка плюс имморталы очень неплохой дэмэдж выдает но так здесь есть два сталкера против лингов нужно бы рабочими им помочь агрессивный блин вперед дарк очень сильно решает фаербол пошел но никуда не попадать здесь посмотрите роучи стазисом как поймали если хьян сейчас отдастся здесь это только он так умеет реально это только он так умеет делать ах я реально здесь что-то отдаётся на мэне другого рабочих друга не потерял просто красавчик сейчас минус роучи будет контроль же ты их не давая уйти все роучи разморозились дарки имморталы просто развал сейчас роучи по моему даже ни одного юнита не погибло лимит сразу равный практически стал и хьян свитчица в гидру собирается добавлять насколько я понимаю сейчас он люру люра это опасно но есть дестабилизаторы сейчас будут точнее если а все рудро нет об сервер отсутствует это очень печальная на самом деле расклад где же об сервер то как же люру убивать непонятно 3 в 3 база сейчас ситуация если хьян эту игру отдаст то конечно дрога будет царь ну а хьян соответственно не совсем царь будет так ну что пошел выход полетели дропчики развод сейчас кстати от я найдет 4 на мэйн ну кстати на мэйне есть чем отбиться здесь у верчаржи есть верчаржи абсолютно достаточно фокус хорош овера фокус ну здесь есть чем встретить оверсир очень быстро и на муви сейчас летает месторождение минералов выработано гидры уже много и люры достаточно много тоже становится но два роба уже и лимиты равные 152 153 да кстати я очень очень дрога здесь все хорошо стабилизировал сейчас грелочка есть от дропа кстати говоря отделил ее не единышки какие-то пошли на этой карте необычное явление здесь идет врыв размен что ли ну дрога дрога на месте ходит ну типичный такой размер евро размен да арки роучи посмотрите на на четвертый просто унижают хорошо в четвером как они работают то да на фатонку роучи поломились дрога возвращается по люре вообще минус вся люра в куче закопано как вообще вернулся сейчас дрога я уже посмотрел туда типа он в размен пойдет но дрога принял решение назад прийти отбиться отбивается вообще ничего практически не потеряв хотя не вру потерял достаточно много по лимиту просил а самое главное отменил четвертый не сейчас ян но рабочих опять же раб по рабочим ситуация более-менее здесь у нас дарки кстати где дарки живут все где они вообще они вархонов слились судя по всему сейчас что один дарк его в потерях это значит что те все выжили 108 112 боевого лимита дрога больше плюс 1 плюс 1 сейчас будет опять в рыв пошел что он так ломится вперед у версиры есть сейчас и дрога опять на центре карты да как же дрога вообще что три уже не знаю какой раз приходит зерк в размен застает врасплох просто дрога и он еще с этим поделать не может он просто тупо юнита не оставляет здесь нет так фокуснул дестабилизатора не очень приятный момент сейчас был дрога отдается разваливается сейчас ян проходит дальше да что за бред то такой творится 103-134 опять там 9 гидралов каких-то заказано что один что второй ну так и так игра складывается хорошо фаербола заходит дрога идет на муви сливает все где хоть один выстрел то я чуть не понимаю дестабилизатора 100 на 135 неужели дрога отдастся просто после такой таких провалов от хиану так агрессивная блин вперед здесь гидрава по дестабилизатор что стрельба пошла дестабилизаторами пару пару реводжеров забирает 98 126 здесь опять роучий врыв да нету здесь а в севера дарка сюда 1 варпите все как бы телепорт делай друг домой провальные ситуации не приду мать иначе начала нендинычка еще самое интересное добываться действий роучий заходит забыл кеншнюю дарки есть друга дар на медленный перелом 2 на быстрый молодец хоть сюда успел возвращается назад 104 149 как же на ровном месте он дает что-то просто что-то как в этой игре все меняется взад-вперед здесь реально невозможно что-то блин про предсказать выходит друга но друга чтобы вот этого не происходило эта игра вообще друга давным-давно ему нужно было вот не так идти а вот так вот просто здесь и крипы vision есть и xl нагу контролят естественно хьян просто друга правильно выйди вперед и все было нормально в итоге 165 104 их ян переворачивает эту игру опять что за идиотизм полный идиотизм так два два выстрела и все выстрелы дестабилизаторов молоко в итоге выстрелов не а нет 3 их здесь в ров один еще есть пошел выстрел часть ядры подбревает друга но хьяна чуть слишком много еще выстрел пошел вообще в молоко 31 хьян 84 164 сколько раз победу хьян дарил друга но он не смог взять игру вообще эту это даже приют если даже представить теоретически 322 дрога отдается но хьян не может просто взять но это не 322 это просто игра так складывалось что в один что в 2 сейчас на отдавались здесь уже все очевидно 33 137 блин дрога просто я уже думал пять раз что он выиграет правда и то что пьян я думаю тем не менее 31 игра анекдот согласен вообще абсолютно точно не знаю какая следующая пара будет ждем а а а и а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, игра неплохая На самом деле такие игры и прикольные Но они получаются от гигантского количества ошибок Но из-за того, что такая вот туда-сюда беготня Ну наошибался И Хьян ошибался очень жестко Ну Хьян он мясной такой Он очень часто такие вот темы делал Ну как друга конечно просто отпустил Ему всего лишь нужно было по этому крипу Прямо ко второй базе идти Он зачем-то через центр шел Куда он хотел через центр прийти Оголяя просто свой тыл Я не понимаю Дарки сколько там рубили Сколько дестабилизаторы там убивали Это просто жесть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, Снут будет играть с кем-то дальше Насколько я понимаю Ну что же А Снут по-моему с Кьюр Там кстати говоря С очень неплохим тираном будет биться Очень хорошая игра дальше нас ожидает Ребятки Вот у нас Да Снут против Кьюра Сейчас на гибетике посмотрим Что у нас там По ставкам Какие коэффициенты Не знаю В других местах что Снут против Кьюра Хороший очень на Снут Коэффициент Ну Можно конечно Рассчитывать на то Что задержка Как бы есть у корейца На Америке А у Снута хорошо все Потому что он в Норвегии А там вообще у них Насколько я знаю Минимальная задержка Норвегия, Швеция С Америкой Вот Но Кьюра Очень сильный игрок Очень сильный игрок И всегда им был Посмотрим Как со Снутом будет Я не знаю Ну тут Конечно На Снута Привлекательный Три коэффициент Но я сомневаюсь Что он выявит Честно говоря Сомневаюсь Но что-то Вот такое Прямо конкретное Сказать не могу По этому матчу Переименовываю стрим Прямо конкретное Сегодня рост 16 Короче ждем ребят Сейчас Встану Кое-что Чайник поставлю Ребята И вернусь к вам Свет дайте-ка Вырублю Или может верхний Не, пусть пока Этот будет Встану 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 Прямо конкретное Продолжение следует... 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 Ну а если будет не получаться, сделай сам себе испанский воротник из гитары... Так, поехали! Снут против Кюра! Наконец-то начинается игра! Что на Ликвипедии стоит? Что, Вортикс уже выиграл? Сейчас проверю... Нет, ничего такого не стоит... Вортикс с Риангом будет биться очень скоро... У нас остается ТЛО Гидра, ЗВЗ, Marine Lord MC, ПВТ, Вортикс Рианг, ЗВТ... И вот сейчас Снут Кюр только началось... Уже 4, практически, матча полных у нас... Этот тоже только-только начался... Так что приходить сюда будет интересно в любом случае... И спасибо всем еще раз за поддержку, ребят, очень-очень приятно... Вступайте в группу ВКонтакте будет... Там анонсо, стримов очень много, но... Я вам скажу... Я вам скажу, когда и что... Если буду отдыхать... Наверное, в следующую пятницу стримов не будет... Потому что, ну... Хочу там с другом... Давно я к нему хотел на дачу съездить... Хотя зимой там, конечно, особо... Ну, как бы не знаю, что за погода будет... Такое у него место там красивое... Около устья от великой реки нашей... Так она называется... Забыл я, как там называется-то это место... Рядом с каменкой... Еще... Ну, не суть... Если что-то в пятницу сверхважное будет... То тогда уже, как бы, придется стримить... Привет, Троянец! Всем привет, ребят! А сегодня в 20.00... То бишь, через... Два часа пятьдесят минут... Уже, я надеюсь, кстати, за это время... Все вот из четыре бо пять успеют пройти... У нас будет Хэппи биться, между прочим, с... С Сиралом сначала... А потом будет биться с... Далее... С другими... Игроками... В любом случае, даже если проиграет... Потому что он упадет в лузера... Если же выиграет, то... Попадет на победителя Занстера Сортофа... То есть, если побеждать Хэппи, то нужно выиграть двух зергов будет... Что, мне кажется, вполне под силу ему... И если он пройдет на ИЕМ... Котовится, будет очень круто... Кстати, честно говоря, я не знаю... Вот кто шарит, отпишите мне такую инфу... Вот на этот ИЕМ готовится, если Хэппи, например, пройдет... Это 8, которые из этих отборов происходят... Они вообще оплачиваемы или нет? Потому что у Хэппи-то команды нету... Придется всем миром-то помогать... Наверное... Что, зерг будет в РУ-8 на игре Вортикса? Потому что там в ЗВЗ, наверное, как бы логично все... Пристройка завершена! Так... Дотерки тут всякие понабежали... Точнее, это даже не дотерки... Мы просто... Ущербные люди... Минусуем их... Потому что чат у нас не для них, сами знаете... Депошечки пошли от Кьюра... Очень сильный тиран... На самом деле Кьюра вот этот вот... Третий ЦЦ пошел... Ох, как халявно играет... И стиль такой хоссовский... Гиллионы Банши... Он как бы самым топовым... Прям вообще... Вообще самым-самым... Чтоб турниры тащить не был... Но по уровню игры он очень часто был... На равнах с многими... Лучшими тиранами... Ну что, пришли роучи... Кьюр тут изи просто их отбивает... Непонятно, зачем Снуд сюда два роучи привел... Мне просто абсолютно... Ну... Здесь третья ЦЦ-шка... Барак уже слабый... Пошел стимпак... Две инженерки... Хороший, посмотрите... Барак... Вот если... Если Снуд сейчас не будет напрягать... А Снуд там не собирается напрягать... Билд вообще практически... Идеальный будет под то, что Снуд делает... Сейчас игры еды будут... И стим достаточно ранний... Сейчас два барака просто добавятся сюда... И вообще все будет замечательно... Здесь бункер можно запилить... Например, на рамке для застройки... Снуд добавляет рабочих... Парабам, конечно, вперед вышел... Выйдет сейчас... Ну, два... Две инженерки, кстати... Два эволюшнона, простите... У Снуд не позже, чем инженерки особо... Так... Голосование... За кого болеете? Я, говоришь, за красивую игру... Наших здесь нету... Все есть в описании... Все есть в описании... Все есть в описании... Так что смотри... Читая описание... Все поймешь, что происходит... Все у нас очень серьезно сегодня... Игры крутые... Прилетают две банши... Снуд абсолютно готов к ним... Три королевы... Причем... Даже Кьюр не фокуснул дрона... Сейчас в королеву был залп... Насколько я понимаю или нет... Все-таки в дрона был залп... Так, я чуть не понял этого момента... Королева не дэмэдженная... Значит, не в королеву... Да, значит, дрона все-таки... Он фокуснул... Неправ я был... Минус криптуморы... Один... Здесь криптумор тоже отменен сейчас будет... Хотя, почему-то Кьюр решил, что не будет его отменять... Он решил залететь... Рабочим сейчас покорасить... Но... Королева криво стоит... Поэтому Кьюр решил забрать королеву... Забрал Снуд тут... Вилял там что-то королеву... А как здесь не завиляешь мимо зданий... Когда ходишь мимо минералов... Вильнул... Еще один выставил... Минус королеву... Здесь забегание лингов... Не особо удачно... Ничего Снуд не сделал... 97.89 по лимиту... Посмотрите, какое макро вообще... И это еще при всем при том... Что всего один варак работает... Сейчас один... А сейчас заработает их пять... То есть уже... Тирана больше на двадцатку... А сейчас будет вообще не знаю на сколько больше... Здесь... Так... Банша минус... Ну две банши... На халяву Пьюр потерял... Снуд королеву... Протрансфюзил... Все живет... Там их... Выбивают... Ну вот Снуд начал сам дозаказываться... И вот у него тоже лимит становится... Ровно с тираном... Ну кстати Снуд играет... Роучи Релоджера Мико... Свой любимый... А Снуд его очень неплохо исполняет... Давайте посмотрим как против... Тирана уровня Кьюра... Это все будет выглядеть... Вот у Кьюра... Не совсем идеальная армория... То есть 2-2 он сразу заказать не сможет... Оплачивается квота... Понял... Чемплар... Спасибо за информацию... Это очень круто... Если квота... Оплачивается... Ну 2-2 раньше... Чем Кьюр заказывает... Это вообще великолепно... На самом деле... Ну что... Идет атака... Развод от Кьюра... Посмотрите... Врыв к Снуду на вторую... Одновременно четвертую... Пытался четырьмя мародерами забрать... Не забрал... Но передроп... Тут ко второй идет... Или к третьей... Нет... Роучи ушли... Развернут через шифт туда-сюда... Шифт сюда... Шифт дроп сюда... Ну с зажатым шифтом... Все как бы... Развод удается... А может быть... Два раза кликал... Не знаю... Здесь инфесторы есть... Роучи реводжеры есть... Кьюр передропщик на мейн... Сейчас делает... Да... Да... Пошел передропщик на мейн... Здесь роучами все-таки... Отбивает с передропа... По лимиту на двадцатку в плюсе... Блин... Здесь так идеально... Конечно... Прирост идет... Тут на этих позициях... Просто со второй... Ко второй оппонентам... Так... Микос... Ну... Скутывает задержка явная... Сейчас... Так... Вайрбулы... Хорошо тут от Снута падают... Выбивает... Кьюр у юнитов... Неслабое количество... Здесь одни реводжеры пришли... Одни реводжеры... Это ошибка... Что пришли сюда... Дозаказ шестнадцатирующий... Еще... Но... Ситуация по лимиту так себе... Заходит Кьюр на мейн... Здесь, кстати... Дозаказ-то слабенький... Нужно срочно... Каких-то юнитов сюда приводить... А здесь танки так... Простреливают идеально... Все... Какие здесь потери гигантские... Снут несет... Просто... Жесть... Ну... Эээ... Я бы не сказал... Просто карта прямо здесь виновата в таком раскладе... Все-таки... Все-таки Кьюр очень четко отыграл... Снут... Опять на мейн запой... Тут прирост... Все еще маленький... Это дроп... Просто... Невероятно тащит сейчас для Кьюра... Но он занял позицию... Снут сам дал такую позицию занять... О чем... О чем здесь и речь... Инфеста... Тираны накиданы... Фаербуллы... Снут не успевает кидать... 170 на 150... Сейчас есть лимит... Зергов до заказа... Фаербуллы падают... Сливается... Снут Кьюр просто... Посмотрите, как танки идеально стоят... У них... Посмотрите, сколько убийств... Просто... Невероятное количество... Потери... Двукратное примерно преимущество... В пользу тирана... Танки подводят еще ближе... Да... Кать 100 на 10к... Это... Будем считать, что это двукратно... Практически так и есть... Исказывайте привет... Только сегодня... Роу-16 здесь... И это очень хорошо... Потому что мы как раз... К ВСС успеем, я так думаю... Скорее! Мага... Скорее... Скорее... До Palmer 3 Класс, конечно... Именно пока не получится... Продолжение следует... Мистер Дин, конечно же, кто же это еще может быть? Продолжение следует... Там вот именно в этом месте находится. Террасы Преона. Карта у нас нот. Если против Родсу возродов здесь гигантская, преимущество против Тиранов прям такого гигантского нет. Секундочку, ребят, сейчас быстренько. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, возвращаюсь. Раз-два гг. В цикории нет кофеина, насколько я точно понимаю. Вообще он в магазинах обычно, в отделах здорового питания, где всяких лекций продаются, детское питание. В этом его суть. Что-то давление он там артериальное снижает. Написано было больше, я не читал особо про него ничего. Вот вообще на чаи, вообще на все-все-все, я вот как с Дашей познакомился, а она меня и научила все эти чаи распивать. Ну что тут прилетает Кюр, посмотрите, начинает лисинки ломать, шатать. Что ж ты такой наглец. 14 хп у яйца, 10 хп гранатка снимает еще. Кстати, посмотрите, гранатка-то она бьет через армор, получается, яйца, да? У яйца же 10, или сколько сейчас вообще? В первом Старкрафте 10 было, сейчас 5 или 10 у обычного яйца, вот этого из кокона. Что у реведжера, когда мотится, он 5 армора оказывается там. У этого сколько, я точно не скажу, но даже если 5, то значит граната игнорируют армор. То есть это как касс считается, получается. Здорово, полуокупевший. 7 ровующий снуд заказывает, сейчас королева есть, 10 у нас что? Здесь, кстати, без банши, без всего опенинг, то есть можно будет контур-пуш сейчас снуд сделать. Ну, гранат тут что-то накидал, Фьюрс, может, танцует. Вообще жесть какая. Риперов всё больше и больше. Снутру очень оборонительно сейчас построил, то есть вперёд, пока выдвигаться не собирать. Здесь заказан стим, здесь третий СЦ уже готов. Мне, опять же, посмотрите, но вот чем Кьюр отличался и раньше, у него всегда вот такая супер халява была. И реально здесь адовая халява просто. Три СЦ, грейды с двух инженеров, два барака всего. Но что Кьюр потерял? Ничего. Что снуд убил? Он два линга тоже немного, на самом деле. Ну, снуд с реведжерами выходит, обратите внимание. Насколько Кьюр внимательнее-то, а? Нет, с таким контролем, как у Кьюра, снуд вообще не дойдёт до него, судя по всему. Даже реведжерами с их тренджом большим. Передумал снуд вперёд идти, судя по всему, да. Просто вот, учитесь, что риперы делают. Так, дрон спускается. Дрон спустился зря. Снут его пытается отвести. Фаерболы бы навстречу кинул, может быть, испугался бы тирану. Снут не кинул навстречу фаерболы. Ещё один дрон спускает. Сразу снуд хату заказывает. Ну, нужно рипера подгонять отсюда, нахрен. Наверное, тогда бы нагрел Кьюр совсем что-то в конец. Что, дрон-то у нас выехал? Нет. Всё-таки в этом направлении снуд почему-то хату хочет брать именно. Риперы врываются на мэна. Здесь всего две королевы. У них будут проблемы сейчас, ребята. Нужно подставить ту, у которой энергии меньше. Ой, риперы как неудачно врываются. Для снуда два дрончика минус. Снут сейчас ситуацию немножечко неправильно читает. Мне кажется, он не понимает, что делает Кьюр. У него лейр был ранее. Сюда Нидус просто в хлам. Просто в хлам ему Нидус сделать. Ни танка, ни либератора, ничего нет. Ни минок вообще, только био там без ничего. Королевы с транс-юзами были. Роуч и реводжеры вообще разваливают на таких стадиях. Фаербол. Чуть-чуть бы сейчас на фаерболы встал бы у нас тиран. Но не встал. По рабочим 52-44 уже. Боевого снуда больше намного. Но держать боевое без применения даже плохо всегда. При более слабой экономике, сами понимаете. То есть, если снуд не будет выход делать, всё печально всё. Но муфроучим сейчас будет готов. И снуд, кстати, будет делать выход. Иначе он бы не заказывал под муфроучий. И столько сейчас. Столько ровочий. 5 реводжеров ещё пошло. Да, да, будет выход со стороны снуда на золото. Рабочий переводит сейчас, насколько я понимаю. Что снуд, сейчас может быть 7 риперов 200 лимита ещё будут сдерживать. Что снуд, с таким миксом не выйти, что ли? Я не понимаю. Пошёл всё-таки вперёд снуд. По лимиту. Он впереди. Риперы залетают. И снуда, блин, вынуждают отступать назад. Королева минус. Дронов нужно уводить. Снуд, ты сможешь ты вперёд вообще пойти или нет? Риперов окружил. Но здесь есть, где спрыгнуть-то. Её моё. Прилетает. Спрыгивает. Но 3 рипера отдал уже сейчас. Нужно идти вперёд снуду как можно быстрее. Здесь спрыг... Ой, как, Юр! Со стимпаком на мейн. Это разгром какой-то просто. Снуда пока лимита больше, но это только пока. Потому что сейчас снуд, никуда не выходя, отдаёт просто экономику. Опять же, лимиты уже равные. Боевого просто, правда, 85 на 54. 7 дронов снуд ещё делает. Здесь миллиард оверов. Ну, если быть точным, 4 штуки. 5 оверов висит. На халяву все отданы. Снуд пломился вперёд. Уже здесь биотанк есть. И похоже, что снуду здесь будет не продавить нифига. Потому что он сильно расплетелся. Сейчас реводжер ещё что-то вперёд идёт. Так, фаербол пошёл на Мариков. Хороший фаербол, кстати, попадает. Роучи реводжеры приходят. Снуд на свои фаерболы. Только не попади. 1-1 у тирана. У снуда только армор. У тирана ещё делается, между прочим, какую гигантскую армию снуд держит. У тирана 2-2 уже делается. Просто, ну, я не знаю. Кажется, что наголову сильнее кьюр. Но вот снуда... Вот так и получается. Снуд сам разводится. Сюда риперы постоянно какие-то смешные отвлекают. Сюда прилетел дропнулся просто идеально вообще кьюр. Отвлёк. Снуд в итоге... Снуд должен был делать выход. Но кьюр играет первым номером. И смешной просто армией против всего лимита снуды держит его дома. Это очень круто было с его стороны сейчас. Но в случае всё чуть-чуть по-другому. Кьюр мог от Аклика отлететь. Просто с Роучи реводжами фаерболами. Но вы видите сейчас по лимиту. Тридцаточка разница. Рабов на 16 больше. То есть всё замечательно вообще. И 2-2. Граиды сейчас в 1 армор взорвают. Вообще вот это самое печальное на самом деле. Когда такое примут, что по грейдам это жесть. Альваров, привет. Альваров, привет. Ну что, уйдет атака. Ну тут на Аклике. Тут стимпак Аклик. Био заходит. Ещё раз про стимпачился. Просто избиение. Сейчас младенца идёт. Со стороны Кьюра. 2-0. Изич просто. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Заходим в игру. Третья сейчас будет. Ну пока, судя по первому думу. Ну по первому думу и Нерчо против Софы должно было 3-0 быть. Но в итоге счёт вы можете найти уже. Ну а здесь выглядит всё более ещё печально. Как-то пока, если честно. Был бы Нидус от Снута, до базы вообще в хлам. Был бы Кьюр. Но Снут не понимает вот этого. Снут любит макро, но не может тут что-то обыграть Кьюра ни хрена. Всё. Корей хорош в паузе. Распевать. Давайте игру смотреть. Начинается третий. Не знаю, какая следующая пара. Это у нас пятая Бо-5 получается. Идёт уже 2,5 часа до ВЦС. Ну ещё 3 Бо-5 как минимум. Я думаю, что часа полтора точно это пойдёт. То есть, ну, может чуть-чуть РП удастся мне поиграть до ВЦС, если кончится чуть раньше. А может и не удастся. Не знаю. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, сумеречная башня у нас карта. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Хотя, может, через одного Марик ещё. Рипер-Марик. Потом только реакторы будут, чтобы гонять оверов. Марик, естественно. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что, Марик тут что-то ходит зад-вперёд. Овера принять не получилось. Против риперов Нидус вкатывает и не с такой халявой, как у Кьюра. А такую халяву, халявнее халяву, чем у Кьюра представить невозможно. Третья ЦЦ-шка сверхранняя и до продакшена ещё и инженерки с грейдами. Больше халявы не бывает. В этот раз не так халявно играет Кьюра, ЦЦ-шечка попозже. Гидионы и Банши. Ну что, Королева на рампе, два криптумора, третью хапочку ставят. Пура-бам, пока впереди. Роуч-ворон вижу перестраховочный. Да, пошёл. Чё-то Кьюра попытался проехать, ничего не вышло у него. Рипера отдал когда-то уже тут не обратил я внимания вообще, когда он отдал, Снуп принял, видимо. Кем вообще? Может быть, Линк погиб тем, которым принял? Что-то уснуто с перебором на мейнеровах, но на второй базе тоже больше, 16. Сейчас на третью сразу же нужно вот отсюда ввести. Это количество Снупа обычно с этим параметром хорошо. Ну, сейчас вот 15 оставил, здесь 17 оставил. Ну, одного отсюда сюда бы перевести, вообще всё бы идеально было бы. Ну, сейчас 16 остаётся, здесь пофиг, 17 пусть будет. Ничего страшного. И здесь добыча. Вот так вот нужно раскачивать базы, чтобы не было с перебором, чтобы всё в итоге идеально было более-менее. Два Эволюшина, пошло Снуд в Реведжера Роучи. Выходим, кстати, в этот раз Снуд хоть экономика получше. Вижу, что два Либератора сейчас прилетают. Спорка есть одна, но другое направление это нужно перекрывать не с поркой, а чем-то другим. Видишь, что два Реведжера, третий подходит сейчас. Раскладывается Либератор. Один минус. Второй живёт, пока Снуд тут недоконтролил рабочую. Одного один отдался, нужно возвращать на добычу рабов. Ну всё, законтрил быстро достаточно Либераторов, это очень хорошо. Ну, самочувствие лучше значительно. Ну что, две депошечки вошли. Стены ковщикюрк что-то не делает. Ну что, много криптумеров. Реально много Снуд расставляет, но это его тема. Ну и крипа много, это на самом деле хорошо. Здесь два криптумера куда-то сюда нужно тащить, сюда Либера подвести, чтобы потом вот сюда на хайграунд запиливать, чтобы вижен был. Вот. Так. Здесь дробщик хорошо Снуд относительно отбивает. Рабочих много не потерял. Кьюер особо ничего не убил. Один медивлаг потерял, второй улетает. Здесь третья, четвёртая, простите, база уже уснута, добывается. Один-один практически одновременно. Доделываются грейды. Микос делается. Инфесторы делаются. Грейд на энергию им сейчас. Делается муфовером. Делается муфовером. Не понял, про какую страту ты говоришь. Про какой блок, что ты конкретно имеешь в виду. Ну что, маленько-мародёры. Медивлаг Снуд сбил. Хорошо там четыре королевы ставили. 184-151. Очень маленькая здесь группа для врыва, на самом деле, от Кьюера. Спорку Снуд перекапывает. Пошла атака. Нужно сконтролить. Микос хороший. Пошёл по танкам, по медивлагам попадает. Вообще, медивлаги в 7 минут практически. Королева медивлаги минусует. Вообще, в хлам. 160 на 120. В итоге, ситуация по лимиту. Снуд отбился. Здесь либератор упал. Не законтролил Кьюер. Снуд мультитаски был сильнее в этот раз, кстати говоря, чем оппонент его. И АПМ у него больше. А полезный. И полезный ему больше. Всё, у Снуда больше. Но Снуд, посмотрите, сделав одновременно 1-1, Снуд настолько завтыкал. В отличие от Кьюера, что 2-2, реально здесь уже почти готово. 40 секунд остаётся. А у Снуда ещё там 2 минуты где-то остаётся. Хотя, не вру, не 2 минуты, поменьше уже. Но гораздо больше. Разница в минуту примерно в грейдах. Привет, Смайл. Разгружается Кьюер. Пятую собирается Снуду забирать. Но Снуд видит, по-моему, да? Микос не кинул. Почему? Ну, есть же инфестор. Всё, Микос кинул бы. Сейчас вообще бы в кламбу завалил бы. Принимает здесь всё. Микос молоко в итоге пошёл. Вот вовремя не кидает. Снуд такая не надо. Кидает, получается. Криптуморы новые ставятся. Здесь двойной дроп залетает. Кьюер разгружается. Но Снуд готов вообще. Все целы, я бы сказал, готов. Из имидиваки все падают. 20 лимитов в минус. Ну, тут пару роучей убьёт, наверное, Тирану. Что это такое? Таким дропом пару роучей смешно. Снуда 200 сейчас будет. У Тирана 3-3. Снуд 2-2 сейчас дождётся. И с 200 нужно идти вперёд, собственно говоря. Хороший Микос. Хороший минус 2-2. И вообще кровь. Вот это хорошая оборона от Снуда. Вот в этой игре у него всё получается. Смотрю. И с двумя атаками Снуд вперёд выдвигается. Здесь, кстати, не так уж мало Тирана. Не так уж мало. Вторая атака доделывается. Армур ещё через 30 секунд только будет готов. 166-200 по лимиту. 90 на 130. Пользу Снуда по-боевому. Фаерболы пошли. Танков очень много. Микосы неплохие попадают. Но Снуды роучи кончились. Реводжеры уже танкуют. И Снуд разваливается. Просто пищи. Между зданиями здесь. Да, казалось, 200-166 надо забреть. Но что-то не срослось. В итоге у Снуда. Делает он до заказ. Лимитов всё ещё больше. Потерял всех инфесторов просто абсолютно. Но выходит новая сейчас. Микоса у Снуда откидывается от оппонента. Фаербола не кидает. Пока королев Снуд спасает трансфюзами. 165-45. Что Кьюр решил в атаку всеми поломиться. Но Кьюр сейчас может потерпеть. Из-за чего? Из-за того, что он переоценил Снуд о потере. То есть у Снуд такая экономика, что Снуд всё равно контратакует. Кьюр решил, что Снуд какой-то бищей сейчас отдался. Нет, экономика у Снуда хорошая получила здесь. Но он прожрал сейчас весь свой запас. Вот он опять 200-147. Но сейчас у Тирана поменьше ресурсов на самом деле. Идёт Снуд вперёд. Реведжеры есть. Реведжеры есть. И 2-2 в 2-2 сейчас по грейдам. Из положительных моментов. Реведжерами можно и нужно сбить Либераторов сейчас побыстрее. Снуд заходит на мувер. Либератор падает номер 1. Второй там раздаёт сейчас пока. Фаерболы по танкам пошли. По Либератору Снуд вообще не стреляет. Вы сфокуснитое этого Либератора уже Снуд. Ну сколько он дэмэджа нанёс. Это просто невероятное какое-то количество. 140, 160 на 120 по лимиту. Здесь у нас планетарка. Снуду как-то нужно ко второй базе попасть. Но прирост сбривает. Уже неплохо. У Тирана 3-3 доделываются. 3-3 лучше не дожидаться Снуду. Фаерболы попадают, потому что всё в Микозе в итоге стоит. Так, от своих фаерболов уворачивается. Молодец, иначе себя можно просто развалить очень неслабо. Что происходит-то? Не понимаю. Часть... Ну, смотрите, какой контроль ужасный. Половина барагивает. Половина с армией дерётся. Фаерболов на Либератора. Выкидывает Снуд. Так, Либератор упал. Танк упал. 168, 123. Но. Так, третья атака у Снуда будет готова. У Тирана 3-3 сейчас доделается. Рабочих у Снуда 63 на 73. То есть у него тупо меньше, чем у Тирана. Мейн кончается. Вторая тоже кончается. Уже переводить на пятую куда-то сюда. Здесь 4 баз добывается тоже. Пятую забирается сейчас у нас кьюр. 175-144. Снуду нужно дожимать даже. Ну, при вот этих всех условиях. Есть хайв. Ультрали скейер нужно поставить. Ну, какие ультралы, корресурсов нет. Снуд сломится вперед. Как может сейчас просто. Так, фаерболы падают. Часть по себе попадает. Жесть-то какая. Здесь планетарочка. Готовы новые. Мулов, миллиарды. Бывает. Так же кьюр в макро жесткость, конечно. Макро, он, конечно, бесподобен. Но нужно как-то пробивать его, пытаться. Заходит снуд наверх. Готов ли кьюра воронять четвертую. Точнее, пятую вот эту базу свою. Снуд заходит под планетарку. И что? Ну, вот кьюр сместился. Кьюр сейчас назад сместится так же. Снуд что-то бегает. Вот проход-то единственный широкий. Либо сюда, либо сюда. Закадите. Других вариантов нет. Так. Пошли на либераторов микоза. Ти микоза фаербола. Вот здесь вот либераторы четыре в куче летают. Ну, попытайся это, Снутик, микозам их поймать. Что же за бред-то такой? Так, фаерболы по либераторам падают новенькие. Еще фаерболы. Микозов что-то не наблюдаем. Микозы пошли. Наконец-то вот все. Фаерболы нужны на либераторов, на био. Либераторы падают. Био падает. 173-143. Хороший бой для Снута. Есть еще энергия инфесторов. Тоже очень важный момент. Значит, можно новые фаерболы кидать. Грейды плюс 3-2 у Снута. 3-3 у... Все-таки пробревает, по-моему, Снут. 3-3 у Кюра. У Снута тоже третий армор доделывается сейчас. Фаерболы идут. Нет, Снут очень хорошо это исполняет. Но ошибки были в этой игре, конечно. Почему? До этого он так вот просто не пришел. Ультимативно и не пробрил. А как странно отдавался я хз. Но вот сейчас пришел Снут и просто забрил. Здесь шестая база уже готова. 80 ксм на 62 дрона. Что самое интересное. То есть слишком хорошая макро у Кюра. Слишком хорошая. ДГ. 1-2. Все-таки не в одну Калитос. Не в один Калитос. Ну, Снут сливается. Молодец. Ну, может быть, вообще сейчас комбачить-то начнет. Ну, Снута минус, что ему будут на вооружение, какие как Блаевские, вот темы взять. Против таких, как Кюр, халявщиков адских. Так, все-таки лучше. В, да. В июlig. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Ну что, добыл соточку снут Добавил субтитры DimaTorzok 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 Две инженетки ставятся. Степ КЗ, привет. Ну что, Либератор летит вперёд. Ручи и один реводзер вперёд идут со стороны Снута. Есть ресурсы ещё на парочку реводзеров. Здесь даже... Ой-ой-ой. Снут прочувил, походу, что оппонент-то его халявщик ещё тот. Причём здесь не Банша, а Либератор билд был через Либератора. Либератор на мэйне нужно принять, Снут не законтроливать. Но в это время Снут заходит на вторую. Здесь точно минус 4 депошки. Королеву нужно привести сейчас. Порку перекапывают Снут со второй базы. Королева может отдаться, но она инъекции пошла делать. Нужно заходить на рампу, нужно убивать на рампе сейчас этого гадёныша. Что Снут и делает? Фаерболы не попадают. Чё фаерболы пошли на депошку? Нужно зайти, да, внутрь сейчас. Ну тут лебошки падают, а плайблок просто гигантский у тирана. Вот и стимпак есть, простимпачился сейчас. Кьюер, ну Снут зря уходит, ему отпускать-то не стоит оппонента своего. Здесь он очень нагло развивается. Так, фаерболы минус прямо рядом с гелионами. Рядом с гелионами один справа, другой слева упал. Линг есть, что-то Снут, чё он бегает, я чё-то не понимаю. Смотрите, не понимаю. Снута, лимитов в два раза больше, боевого он отступает. Дал спустить СЦ-шки. Неужели он так игру не прочитал сейчас жёстко? И что он? Ну всё равно лимита больше, кстати, намного. У них РУ-сайт есть. Скинь ссылку на РУ-сайт, потому что чё-то мне ни хрена как бы не это. Не зайти, не открыть. Вот так можно будет хоть что-то показать. Хорошее забегание лингов от Снута сейчас идёт. Вот это забегание может сейчас втащить. Здесь РУ-череводеры прогоняют. Линги забегают, окружены марики и мародёр. Простимпачился Кьюр, только КП лишнее себе снял. Здесь танк выезжает на рампе. Депошек нет, смотрите, танк окружён. Линги просто всё сейчас разваливает. Медиваки вынуждены вернуться. Провал полный в обороне сейчас со стороны тирана. Если ещё все линги рабочих грызли, а не часть лингов просто гавка сейчас. Вообще бы замечательно было. 68-38 по рабам, по грейдам 1-1 у Кьюрой. Армори, правда, нету, но у Снута... Ну, 1-1, ладно там. У Снута 1-1 заказано. И, учитывая экономику, у нас только в плюс Снут будет тащить. Так, фаерболы падают, четвёртую пока не пытаются снутыкать. Но и тиран не пытается, на самом деле, в третью выйти. То есть, такое двубазовое давление, насколько я понимаю, будет. Кстати, кто, я не помню, скидывал мне интерфейс. Хрень тут, баг сохраняется до сих пор с этим нулём лимита. Может быть, там что-то конкретное надо сделать, и я не знаю что. Но не помогло что-то вот это последнее обновление. Как ноль в некоторых местах есть, у зергов так и он и остаётся. Субтитры сделал DimaTorzok Микозы пошли от Снута. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, что случилось-то, Снута? Фаерболы падают. Просто кьюр с двух бас приходит и Снута забревает. Оказалось, так всё замечательно, да? Нет, ребятки, это ГГ в итоге всё-таки. Спасибо, Икс Кемпер. 3.1 Кьюр. Казалось, Снут уже всё, выигрываем. У меня тоже он не открывается, кстати, почему-то. Просто ошибка. Веб-страница недоступна. Да, он у меня не открывается. Тоже, видимо, подблочен как-то, каким-то образом. Ну, надо Снуту было не отходить всё-таки. Я был прав, не знаю, а кто. Так. Так. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Переименовываю стрим Другой у нас матч Не жду начала Переименовываю стрим Переименовываю стрим Переименовываю стрим Переименовываю стрим Переименовываю стрим Продолжение следует... 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 Вортикс не из БВ Как и его брат Тоже не из БВ Что его брат Как его блин Варкрафт играл Это абсолютно точно Может у Вортикс и был в БВ Но он значит был нубцом И он никак не мог играть Ни в каком финале с братком Так Медивак летает Риппер здесь рядом Который хоть крип Немножечко распространяется У Вортикса третья хата Семь дронов Что он заказывает Сорок, тридцать семь У Рабану сейчас вперед Он нормально так вырвется Более-менее Где-то на восемь сейчас Может быть на семь Точнее Может быть еще больше В перспективе Да не может быть А точно Если правда Зерп не наубивает Здесь Минка копается Так Роуч заходит Линга заходит Два линга в итоге Убивает Минка Вортикс Расконтролил Сплетанул Конечно идеально Сплетануть Когда вообще Один линга погибло Например Но и Два линга Отдать Не отдать Рабочих на дропе Задейтся Так это очень хорошо Риспы горизонтальные Не вертикальные На вертикальных Хотя здесь тоже Блин На самом деле Прирост уйти Вот Вообще Ну вот карта Здесь Что сюда Ити Что вот сюда Просто вообще Близко Очень Игра Приостановлена Паузу Вортик ставит Не знаю Что там случилось Пинг 170 Сейчас Стал Днем Как-то Соточка Была Даже В какой-то Момент Пинг Продолжение следует Хотки Там Вортикс Ну из-за Сервера Да Когда играешь На Америке Сбиваются Даже Интерфейс Нужно Заново Выставлять Стар Парас Люцифрон Да Точно Люцифрон Забыл Вот Это тот Самый Кэс Любитель Фрокси Хат Не знаю Что там Кэс Любитель Но Кэс Он Как раз Кэс Он И в первой Старкрафт Играл И во втором Он сейчас Турниры Свои Там Пилит От Рут Команда Тоже Вот 57 Очень опасно Если Рианг Пошел Вперед Он Он Отдаться На Фаербол Он Принял Решение Отступить Вортикс До Заказа Еще Делают 1-1 Грэйды Сейчас Опять же Это Примерно Как Уснута В той Игре Там На 1-1 Последний На 1-1 Кьюр Пришел Уснута По-моему 1-1 Не доделся Он Просто Спрессовал В 2-х Баз 3-х Баз Зерга Здесь Может То же Самое У нас Получиться Делается Сейчас У Рианг Грэйды Тени Грэйды Делается Делается Фугас Нет Что-то Снут Простите Что-то Вортикс Как-то Вообще Не Очень Пока Дерется Танки Дропнул Прямо К зерговским Роучам Сейчас Тиран Почему бы Не фокуснуть Было Зря Испугался Сейчас Так Вортикс Мне кажется Ему Наоборот Нужно Было Конечно Тиран Сразу Забрал Назад Увел Но Момент В бою Уже Потерян И можно Было Пробить Идет Вперед Рианг Био Разваливает Все Танки Снизу Выдает 1-0 В пользу Корейца Ну Карта Такая Две Берегенчик Прошел Твой Батя Заходил Ну Замечательно Ну На самом Деле Просто Больной Я Немножечко Вот Поэтому Такие Дела Ждем Худ Ждем Следующую Игру Мне кажется Вольфиксу Нельзя Было Отступать Под Этих Танков Которые Прям Под Армию Были Дрогнуты у Прям デuri Прям Р Прям М Ну что, уверенная победа сейчас была от Рианга, конечно. Ну, тут там Вортикс как-то натупил. 1-0. Вторая игра. Пинг 109. Вот 270 стал 109. Ну, 1-0, что я могу сказать. И точка. Вторая игра начинается. Не знаю, стримит ли только Кэсс еще играет, но вижу, что стримит он много, поэтому, зная по своему опыту, навряд ли он много играет. 17-я ЦЦшка у Вортикса, 17-я хата. В ГЛХВ он пишет, 17-я хата, газ пул. Итак. 18-я хата. Тримит. Крик. 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 Продолжение следует... Ну что, ЦЦ-шка достраивается. Отвлекся немножечко. Здесь у нас мув заказан. Начатик отвлекся. Так. Можно контролить всё. Здесь у нас мув заказывает. Третью хатпака Ортикс не делает. Лингов расположил против рипера здесь. Но никаких риперов не наблюдается. Через Марико опенинг. Ну, Ортикс думает, что, видимо, через рипера. Начинает ЦЦ-шка. Ой-ой-ой, посмотрите, какая халява. Халула просто. Вообще, через одного Марико третья ЦЦ-шка пошла. Это жесть какая-то. Халява просто невероятная со стороны Рьянга. Ну, посмотрим, поймёт ли Вортикс, среагирует ли он правильно или нет. А как правильно? Ну, вот вижу, третья хата пошла у него. Может быть, Леер мутка ранее, кстати. Вот Блаевская ранее мутка, на самом деле, хоть такого может что-то сделать, мне кажется. Потому что Мариков очень мало будет. Тимпаки поздно, и туретками нужно всё прикрыть будет. Тем более, Рьян как-то вот Бараклабу в странную позицию сейчас ставит. Так, Бараков больше добавляется. Так, что это за фигня-то? Так, прошу прощения. Леер Байлинг Нес делает сну сейчас. Кошка по столу лазит, прошу прощения. Пришлось отогнать немножечко. Чарли где-то там на окне сидит или дрыхнет. Не контролит пространство. 1-1 грейды делают, 30-я ЦЦшка. Всё вообще замечательно пока. У Тирана, ну, Зерк тоже, посмотрите. Байлинг Нес, Спайр делает Вортикс. Вот это уже более такая охотцовская у него пошла тема, я смотрю. Так, Майн вторая раскачена. Что-то с рабами. По 18. Зачем ему по 18? Здесь почему мне перевести всё сюда? Здесь даже газ на 3-й не раскачен. Вижу, что пошёл мувбэйном. Возможно, Вортикс хочет как-то сагрессивничать именно на муви-бэйлингами. Такая чизовая тема достаточно пошла. Вейдер Кэмп Ларпли, всё в порядке. Так, здесь Линк бежит, на Гелёнщика натыкается. Аккуратнее нужно быть Гелёнщиком, Линк очень хочет покусать его. Кстати, вот почти убить бы мог бы этот Линк. Второй здесь есть, ну, вот разведывает. Это разведывательные Линги. Морики выходят вперёд, Линк убегает. Вообще, куда-то там. Два! Двойной Медивак загружается. Двойной дроп полетит вперёд у нас. Рьянг. Готов ли Вортикс? У Вортикса мутка. Если сейчас реагирует правильно, то может принять вообще хорошо этот Медивак дроп. Ну, Гелёнщика подрежет сейчас Вортикс. Ой, как. Зато если он не примет этот дроп, а Снуд не принимает... Простите, какой Снуд Вортикс, конечно. Вот только-только Линги сейчас приходят. Вейлинги где-то рядом. Мух. Так, фокус Муталиска пошёл сейчас. И очень быстрый фокус. Здесь передроп, конечно, будет низ. Как же неудачно сейчас для Зерга дроп прилетел. В итоге Снуд... Блин, какой Снуд-то Вортикс сидит дома. Здесь у нас 30 Сэшки качаются. Права практически одинаково. 2-2 агриды пошли. Здесь только 1-1. Это не очень хорошая ситуация для Зерга. Явно. Раз-2 гг. Спасибо тебе. За премиум. Плюс ещё бейны пошли. Плюс ещё бейны. Ну что, Линги забегают здесь. Риан, кстати, не реагирует. Но ой, сколько здесь био стоит. Бедные Линги. Это такая печальная история. Что они здесь успеют убить? КСН-ку успели убить. 2 КСН-ку успели убить. 3 КСН-ку успел Вортикс убить. Но остальных вылечивает Медивак. Здесь зачем-то случайно оставил Марикоп Вортикс. Они не хотят здесь находиться. Естественно, нужно увести. Мута Линга Беллинги. В центр выходит. По рабочему, по лимиту... По рабочему, Вортикс впереди на 11. Но по лимиту он десятку отстаёт. Соответственно, 20 плюс боевого лимита Тирана. И он делает выход под 2-2 грейды. И это может быть очень жёстким выходом. Но Беллинги катятся сейчас отдельно вообще от Лингов. И это пол... Ещё дроп сзади подходит. Как Рьян здесь вообще чудеса контроля какие-то демонстрирует. Жесть. Посмотрите, как он сейчас пробревает Вортикса юнитов. 12 Беллингов Морфиса сейчас. Успеют ли они вообще за Морфиса? 24. Думаю, что должны успеть. Ещё 32 линга. Но Вортикс может отбиться только при условии. Сейчас всё вместе успеет собрать. Иначе беда. Так, Беллинги часть убиваются. На Морфе Прямо сейчас пошёл на лом. Минка пытается сделать залп. Гал пока не делал. Беллинги вперёд на крипе. Неплохо Беллинги врываются. Но Терран всё равно расконтроливает. Сприт очень хорош. 2-2 в 1-1. Я уверен, что это 2-0. Почему? Потому что Вортиксу просто нечем отбиваться. Уверен, Ариянг раскатывает. Даже гораздо более уверенно, чем Снута. Ну, Вортикс сильный игрок когда-то был очень сильный. С корейцами даже на равных играл. Но прямо из-за ногтевого взять и ворваться всех раскатывать. Я уже говорил, что это очень тяжело. Привет, Коммерсант. Да, есть вебка, есть группа ВКонтакте, которая в описании есть. Добавляйтесь. Там я стараюсь выкладывать информацию, как будут следующие стримы. Там записи выкладываются. Буду туда какие-нибудь аудиозаписи старые, там типа Павлентия веселые выкладывать. Фотки какие-нибудь, может, добавлять буду. Аспирант Андрюха что-нибудь туда добавлять тоже будет. Ну и что? Полтора часа у нас до ВЦС. Могу я констатировать этот факт. Ну, а сколько у нас осталось здесь? Я, кстати, что-то со счета уже сбился. Осталось у нас, так, Вортикс Рианг и две пары останутся после Вортикс Рианга. Это Марин Лорд против МС и ТЛО против Гидра. Ну, ТЛО неплох в ЗВЗ, но Гидра явный фаворит. Марин Лорд, МС явный МС фаворит. Ну, посмотрим, как там все кончится. Уже Эквадор мы прошли давно. Остается минимум на сегодня. Ну и пока корейцы, помимо Блая, Блая единственный, кто выбил Рога, очень неплохого корейца в ЗВЗ. ЗВЗ у Блая, конечно, просто на высоте сейчас. В ЗВЗ он может брать любые турниры. По-моему. Помимо Блая, никто корейца не смог удалить вообще ни один игрок. И, возможно, Блай будет единственным. И будет с Пултом дальше биться. У нас ЗВЗ подтянуть Блая, то, я думаю, сможет он с Пултом побиться. Пулт не самый сильный вариант вообще, из всех, кто там есть. Ну, а Рога один из очень хороших игроков. Третья игра. Ульрена карта. Ну, вот эта карта, которую очень любит Блай. Например, чистить на ней. Посмотрим, что здесь любит Вортикс, и сможет ли он хоть как-то за этот матч зацепиться. Комбэчность может одну карту хоть взять. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Какая БВ-мутка? Ты вообще знаешь, что такое БВ вообще? И что там была за муткой? И как она с пехотой может драться? Мутка вообще с пехотой не может драться. В принципе. Только пока её небольшое количество. Если пехота без саппорта какого-либо. потенциал. Не знаю, где-то там похожестью видел. Да, сегодня, кстати, от Ренигейт команды недельный турнир через 26 минут начинается. Нам 400 рублей призовой, может, кто-то ещё поддержит. Но кому хочется потрениться, поиграть, играйте по фан. Там почему бы и нет. 24 сотки пригодятся. Я всё собирался как-то постримить эти турниры, но выпадают они так, что сейчас очень много каких-то реально основных турниров, чтобы никак не постримить. Сегодня только Ро-16 будет, слава богу, потому что 8, Бо-5 мы будем смотреть. Мы уже 6-ое смотрим, Бо-5, и ещё 2 впереди у нас, так что всё в порядке. Рипер на патруле, реактор, минка здесь строится, бункер пошёл. Ну что, Старпорт. Маленький лорд, тиран идёт, Вортик сперёд идёт. Смотрите, решил тоже подпушить. 9 Роущий, 2 королевы, но только Роущий. Он пока вперёд идёт, королева где-то сзади. Минка залп неплохой сделала. Из демеджных Роущий морфит реводжеров. Сейчас молодец у нас, Вортик с хорошей контроль демонстрирует. Но, так, почему ещё-то не морфит? Фокуснул в итоге. Смотрите, одного реводжера фокуснул у нас Рианг, и один реводжер ещё упал, и минка на КД. Минка сейчас ещё выстрелит. Ой-ой-ой, какие проблемы у Вортикса. Всё, пуш вообще разбился сейчас. Потери. Ну, 10 КСМ-ок разве что убил. Ну, а что здесь с КСМ-ок? Здесь две базы с мулами. Здесь уже танк, посмотрите. И Рианг идёт вперёд. Морики, летающие на медиваке танка. А здесь три полудохлых Роущий. Один полудохлый из трёх-два нормальных. И две королевы. Всё, что есть у Вортикса. Танк прилетает. Здесь одним танком-то можно затрепать на самом деле зергах. Морики минус-овер. Чё-то Рианг как-то жёсток сейчас, по-моему, не? Раньше как-то всегда он таким среденьким тиранщиком был, насколько я. Ну, никогда он прям супер не тащил. Я не припоминаю времён, когда он прям вообще жёсток был. Так, танк ещё выше прилетает. Куда танк прилетел? Куда ты спешишь, Тарьянг? Так. Только похвалил. Только похвалил, вот реально. И произошло то, что вы видели. Просто отдача пшишки сейчас произошла. Вместо того, чтобы убить, Тарьянг развалился. Здесь третья СС-шка ставится. Но это не значит, что сейчас как-то Вортикс прям закомбечит, что-то крутое сделает. На самом деле у Тарьянга всё ещё нормально пока что. Раскладывается Либератор. Есть Реводер один. Чё-то фризит очень жёстко. У меня начало спайкать очень сильно на самом деле сейчас. Почему такая хрень происходит, я без понятия, если честно. И почему вот здесь вот около карты вот такая херня, я тоже, честно говоря, не понимаю. Но это Баттлнет что-то выдаёт какие-то пироги сейчас, по-моему. СС-шка готов. СС-шка готов. Летает Либератор. Улетает Рьянг. 76-101. Ну, опять же, тут я заметил, что копит сейчас Вортикс юнитов для какой-то атаки на Тирана. То есть это будет атака с раучей реводжера королевами, насколько я понимаю. Или просто раучей реводжем без королев, без лейера вообще. То есть если сейчас Вортикс отдаётся, то точное ГГ, но... Каза вообще как. Тут дальше будет. Ну что, идёт атака со стороны Вортикса. Я не знаю, если там лагает у Рьянга так же. Это очень жёстко на самом деле. Танк не успевает отконтролить, просто физически не успевает отконтролить. Сейчас успел. 24-71 по лимиту. Пытается Рьянг улететь на хайграунд. Здесь КСН-ки что-то отдаются прям все вообще. Заходят под танк сейчас Вортикс. 36-51 по рабам. Рьянг еле-еле, но отбился. Ну, ЦЦ-шка третья у нас есть. Нужно поднимать третью ЦЦ-шку как можно быстрее. Минус 2 релозера, ещё ЦЦ-шку увести. Разница в 10 лимит, а она несущественная. Чё за спайтеры пошли? Дичайшие какие-то сайты тут появились. Да, чё-то тут происходит. Пускается Рьянг на стимпакинг. 7.685 по лимиту. Наконец-то начал медиваки отконтроливать. Не подставляться под фаербулы. 1-1 грейды есть. У Вортикса даже эволюшн. А, нет, есть эволюшн игру. Собрал я вам. Но 2-2 Рьянг заказывает. Здесь третья вообще не раскачивает. То есть это безраскаченный третий был пуш у нас фактически. Кремула добывает. Загружается Рьянг. Полетел куда-то. Откуда он полетел? Понятно, к Вортиксу сейчас. Но через Овера пролетит. Прямо через Овера. Ужасные какие-то спайки на честь. Просто ужасные. Что за фигня вообще происходит со Старкрафтом? Америка начала лагать. В общем-то. Бараков Рьянг добавляет. Ну, Вортиксу впереди, конечно, по лимиту. Но отстает по другим параметрам, по грейдантам. Так, здесь заходят марики. Медилаки. Начинается контроль. Медилаки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 На 5 танков приходит Vortex DimaTorzok 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 А Вортикс затаскивает эту игру, судя по всему. Ещё становится 2-2. Красавчик Вортикс. Рианг что-то тупость какую-то сейчас полнейшую сделал. Вот некоторым, блин, любят некоторые тираны. Кореец, только по дропосу куда-нибудь полететь бы. Здесь я не знаю, если тиран выиграет. Просто чудо будет. Я думаю, что не выиграет у Вортикса. Потом 5-ая добывается уже база. Вразмен в полный сейчас пытается Рианг пойти. Марики заходят. Но роучий здесь не меньше, чем мариков. А когда роучий не меньше, чем мариков, и грейды у них... Ну, хотя нет, сейчас слабее грейды стали. 3-2 в 2-2. Но третий армор даже не доделся. И в итоге более-менее ситуация. Так, фаерболы по КСМ-кам попадают здесь. Ну, что-то планетарки. Рианг поспокусил, пострелили, даже не поспокусил. Ну, там рейдеров несколько погибло. Может быть, даже и поспокусил. Всё, КСМ-ки все падают. 71 на 74 нужно решающе играть. Просто из-за того, что сейчас Рианг не затащил, у нас час, фактически, ДВЦС остаётся. И, наверное, одно-то будет. 5 мы не досмотрим на то время сегодня. Но я надеюсь, что следующий будет МС Марин Лорд, а не Гидро ТЛО. Хотелось бы не ЗВЗ пропустить, а не МС Марин Лорд, а ЗВЗ пропустить. Так, мифозы пошли, заходят. Ворфикс. Так же лагает. Что за лаги-таки, не понимаю. Всё, отлично всё остальное работает. Но вот, Бадлнет что-то подводит. 29 на 153. 28 боевого лимита. Здесь мифоз хороший прошёл, но он ничего не убил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Рьян пока рыпается. Но тут уже, конечно, ему не втащить. ГГ наконец-то пишет. А, 2-1, 2-1, не 2-2. Почему 2-2? Точно. Просто игра такая долгая, переворотов много в ней было, что уже показалось, что как-то так. Всё абсолютно верно, вы говорите. Абсолютно верно. Так. Абсолютно верно. 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 Захожу в игру, что-то завтыкал, чуточек совсем. Ну что, ждем вортик, рьянга, я не знаю, может быть вортик сейчас вообще потащит, может он вообще закомбэчит, я, конечно, абсолютно в этом не уверен, но не исключаю и такой возможности. Лаги какие-то жесткие начались, неожиданно, хотя нигде вообще ничего не лагает, не стрим, не что-то еще, идеально, все это батлнет, именно американский серый, почему-то до меня начал лагать. Хотя задержка снизилась, было 140, как и восточное побережье, а сейчас центральный 94 стало, странно вообще, непонятно. открытый паркс. Теперь я открываю место для дома, чтобы добавить глубокая месте. С Dae- Witcher 2. Ну что, гигантская карта. 2-1, счёт карта Руина Сероса, ну посмотрим, будет ли халявить Рианг, я вижу, что он умеет и три ЦС-шки играть, и двухбазовое давление, разные стили, то, чего так не хватает хэппи ещё, то есть, чтобы играть и халяву изначально, то есть, и там три ЦС-шки сверхранних через Марика, и три ЦС-шки более цейковых, и две ЦС-шки там, я не знаю, давления с двух баз. Может, конечно, он всё умеет это делать, но на турнирах мы видим только постоянно, буквально, одну-две стратегии. Ну а нужно, как бы, импровизировать иногда, это очень важно, с выбором стратегий. Ну, может, через Рипера, наверное, Рианг будет играть, не знаю, но посмотрим. Через ЧТО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТААК. Ну что, Риперок полетел вперёд. Да, через Рипера, тирана. Играет Рипер Малик, сейчас реактор будет под факту. ЦС-шка строится, второй газ. Ну, Рипер плетает, здесь Линги уже готовы встречать. Гранатка под рабочего. Далековато гранату сейчас Рианг кину. Можно было хотя бы Линга одного забрать. На патруле Риперок. Здесь у нас мух делается. Мух делается в пуле. Дронов всё больше и больше. Бункер ставится. И старпор делается, соответственно. Ну, возможно, какой-то урых будет. Может, передроп, я не знаю, с Минкой. Может быть, Хелбат Куш какой-то. Рипер видит прекрасно третью хату. Хелбат Куш как-то пока под Хелбат Куш. Я не вижу, чтобы здесь делалось, например, микс. Похоже, что это маленький танк, да, и медивак. Марик и Минка передроп, а потом выход стандарт какой-то. Минка передает. Привет, Джек. Или Лёг, не знаю, что вы до сих пор сидите, может. Опа! Нидус пошёл от Вортикса. Решил он... Кстати, обманул тирана. Обычно Нидус двухбазовые делаются. Обманул, что третья хата и делает Нюз. Но тиран как раз с этого направления залетает. Спалят и Либератор сейчас будет готов. Не знаю, сколько Нидус... Простите, сколько... Сколько Мул сейчас добывает. Вот, я точно не помню. Ходится он 270 добывал. Вот, по 30-ке. Вот, сейчас поменьше. Сейчас поменьше он добывает. Нидус запилен. Либератор есть. Танк есть. Пару Мариков есть. В это время дропом развлекает очень сильно Тиран Зерга. Один Роу ещё Туортикс. Всё, Минка закопана. Выходит всё из Нидуса. Трансюзы пошли. Но Либератор какой дэмэдж вносит сразу. Две королевы уже минус. Либератора вычинивает. Всё, это ГГ, ребятки. Это до свидания. Это 3-1 в пользу Рьянга. Судя по всему, так и есть. Полный провал. Ну, Кореец залетел. С направления там, где Нидус стоял. Сразу понял, что происходит. Грамотно отреагировал. Мультитаск на высоте. И всё замечательно. 225 минералов за минуту. Всё, за минуту-то. Нидус минуту живёт разве? Я не помню, сколько он живёт. Но такую квартиру телевизор, Гриш. За миллиард 4,69 миллионов. Ну, когда задано... Когда поддерживать? Только будут доносить тайку блюда. Пока что-то никак. К сожалению. А может и к счастью даже. Перебор какой-то реально. Ждём пару следующую. Не знаю, кто будет. Час ровно у нас до ВЦС остаётся. Но одно БУ-5 пролетает у нас получается. Да, примерно час на БУ-5. Ну, хотя, если ЗВЗ сверхбыстрая сейчас будет, то, может быть, например, если будет сейчас ЗВЗ. Я не знаю. А, Марин Лорд здесь. Кстати, скорее всего, МС против Марин Лорда. Да, это царский расклад вообще. Потому что только ЗВЗ останется. Тогда ТЛУ против Гидры. Вот да, 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 да. Вот да. Меняю название. Да, имба, я мой, анидус, если всегда будет убивать. Да, имба, я мой, андрей. Если мы все в рабство уйдем, ну да, наверное, если все мои зрители всю мою зарплату 100% будут пересылать мне, и то придется много лет это делать. Что-то прям как-то да. Что-то прям как-то. Что-то прям как-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Старкрафт таким популярным, как Эдота... Если мамки разрешать играть будут... Тогда, походу, да... Денежку давать на игру... Хэппи будет 20.00, то есть через час... МС Марин Лорд сейчас будет у нас матч... Посмотрим... Оно у меня и не проходило, но... Антибиотики колятся понемножечку и... Всё, значит, лучше становится с горлом... Какие дачки... Шашлыки и зимажи... В следующую пятницу, может, отдохну... Не знаю, посмотрим... Всё написано в анонсе... Что за вопросы, ребята... Турнир написан про турнир в анонсе... В следующую пятницу... В следующую пятницу... В следующую пятницу... В следующую пятницу... Подписывая Close... В следующую пятницу... Продолжение следует... Продолжение следует... А, MC нет, вот пухляк, а? Косячит, ё-моё, кот пропал. Будем надеяться, надеяться, потому что там, я как понимаю, всё как раз-таки с таким примерно расписанием и есть. Другая пара ещё наверняка не готова. Да и хочется посмотреть... А, вот, пришёл MC. Всё, hello. Hello. Беру свои слова обратно. MC молодец. Просто он сейчас кушал пончики и как бы забылся. В экстазе. Был... Был... Телевизор мне вбрасывает картиночки с SK2 TV. И я вбрасываю вам некоторые, которые интересные. В экстазе. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, у Львена первая карта, МС против Марин Лорда, но ТВП обычно сверхдолгим не бывает, правда Зест не согласен и Мару с данным определением после первой игры на GSL кода А вы, наверное, видели. Мару, к сожалению, без кода С Зест оставил там в этом матче, но как-то так на Марин Лорда... Ох, ошибка на Марин Лорда, думаю, что на МС. Думаю, что на МС, потому что Марин Лорд ничего вообще не показал серьезного в последнее время, просто ничего. После того, как убил он эту Корею 5.0, все что-то от него ждут, а он просто не то, что корейцем. Он разваливает. Продолжение следует... Так, Марин Лорд пишет, не чизь меня, я твой сын, только хорошее макро, и я могу чизить. Вот. МС говорит, не, я устал, типа, только чизы, 3.0. Ну, Марин Лорд, 3.0 для меня. Марин Лорда прикалывается немножечко. Ну, да, может Марин Лорда иногда пробить. Может пробить. Ну, тогда как-то хз. Тогда просто еще... А, какой сервер-то был? Американский? Не помню, вроде американский был. Американский был. Продолжение следует... 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 Все скажут, что в очередной раз скажут, что какие-нибудь мопхайпы там были. Хотя реально его попёрло, мне кажется, тот вечер. Я пока, может, они часто так и играют, но в профессиональных играх, чтобы грамотно это исполняли, я не видел пока. Таких более-менее, что я стримил такие уровни, хотя бы вот в такой игре. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, вторая игра МС против Марин Лорда. 5-1-0, МС ведёт 19-21. Должны МС либо Марин Лорда теперь уважиться в 40 минут, чтобы нам на хэппи не опаздывать. Марин Лорд Барагас играет, пока не понятно, какой именно билд он изберёт здесь. Да, не надо было на Марин Лорда просто. Он реально слаб в последнее время, это такая тенденция. Если попрёт, уже будет видно. Просто такое неожиданно не происходит. До Нейшн Уорра он там играл нормально предыдущие все игры, а сейчас чуть после Нейшн Уорра он вообще ужасно отыгрывает. Материнские корабли. Материнские корабли. На острове. Я спорок настроил зерк, зачем ракеты ездят и зачем викинги. Построил боттлкрузера один или пару съемок и выбил всё по чуть-чуть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, подхарасил здесь адепт немножечко. МС приходит и раз, пилончик, два, пилончик пошел. Парш Мазеркором здесь напрягает, сейчас спускается. Марин Лорд прямо вниз сейчас наглость. Мазеркор что, минус будет? МС, что ты делаешь? Уйди ты Мазеркором своим чертовым. Одного Марика еще минуснул, и Мазеркор-то спасает МС. Оверчаш попер, но Мазеркор минус. Все, Марика только минуснул, Мазеркор потерял, пилон отменяет МС. Не сказал бы, что это прям вообще провалище полное, но ничего хорошего здесь нету в этом для МС раскладе. Арак устроится. Если адепт приходит, заходит, куда-то там на вторую базу, или куда он заходит? Риппер и МС минусует, зафокусил все-таки. Марин Лорд криво законтролил. Но адепты теперь не решают, так как раньше, то есть с трех ударов Раба убить, это совсем не то, что было. То есть просто раз не устрелили, отвел Раба, и он точно не погиб в итоге. Так, на мейне адепт ходит. Нужно сваливать от КСМ, их заставляет МС кататься. Марин Лорд не контролит на мейне. Одну все-таки забрил. Пилончики понемножку отдается. Циклон приезжает в это время, Оракул врытает. Куда-то на халяву тебе дают ворваться, он что-то тупит вообще МС. Ну что ты? Вторая вообще открытая база. Вот пока Пилон он выбивает, лети сюда. Минусовал просто невероятное количество. Но МС пришел на мейн и что-то отдал энергию. Оракул им ничего не сделал. И до сих пор можно сюда, кстати, ворваться и наубивать. Самое интересное. Мариков сюда поставил Марин Лорд. Циклона на мейне оставил. Два Оракула от МС. И с семь Мариков два Оракула справятся. Изи, кстати. Ну что два изи-то, е-мое. Побаялся МС. Ну а Марин Лорд, кстати, молодец. Быстро сообразил, как уснул. Оракула два Оракула в итоге потерял. МС на семь Мариков два Оракула. Это вообще не очень размен, я вам скажу. Но МС в своем же стиле добавляет сейчас плюс гейты. И гейтов будет у него шесть штук. То есть шесть гейт-блинк пойдет. То у Марин Лорда делается, конечно, стимпак. Но он не успевает под блинк МС, во-первых. Во-вторых, так, адепт подсвечивает. Нужно адептам подсветить иллюзию вот сюда. Кого-нибудь заблинкнуться, например, МС. И все будет нормально. Так, здесь до вас только пошел. Гейт. Почему игроки гейт так поздно постоянно заказывают? Так, адепт минус будет. Приходит МС, пытается фокуснуть циклона. Ничего не получилось. Дальше лезть смысла не вижу я. Что МС и делает? Дальше не лезет в итоге. Доварп еще сталкеров пошел. Оракул прилетает. Оракулом нужно отвлечь. Но здесь туретка есть. Доварп сталкеров идет большой. Ну, все, сталкеров сколько у МС? Сталкеров у МС 13. Мариков 18. Плюс циклон там. Нужно ворваться. Так, Оракул подсветку дает. Что ж ты делаешь, МС? Врывайся. Так, вот, все, переоблинг на май пошел. По админку попал. Это был провал. От МС сейчас полный. Если бы не попал по админку, укатал бы на самом деле Марин Лорда. Здесь прямо вот этим врывом бы убил. Был бы его, скорее всего. Еще шесть сталкеров в Аркаде. Тут у МС-то агрессивнее. Агрессивнее кулынер. А, отминки вообще не уворачивались. Не, это похоже, что 1-1. МС решил поконтролить. Мочкой стимпайч с Марин Лорда спускается. С щитов нет. Нужно ли так без щитов сейчас вниз агрессивнее щит идти? Лимиты близки. Боевой почти одинаковый. Ревелэйшн есть на хайграунде. Нужно минку забрать сейчас. Депошку забирает МС. Минку забирает. Остальные минки уже видят. Реактор. Депошку забирает еще одну. Узвободил немножко себе пространство. Есть два либератора. Может вот сюда вот зайти. Хотя нет, стимпак. Какой врыв сейчас от МС-стимпак? Есть у Марин Лорда. И на стимпаке плюс либератор. Конечно же он здесь расконтролит все легко. То МС, кстати, не слезает с пуша со сталкерами. То есть он сейчас огребать будет на самом деле. Если прямо не ворвется и не убьет в лоб сейчас каким-то образом. Каким? Я без понятия это должно произойти. Так, ревелэйшн пошел. Агрессивный блинк от МС. Марин Лорд стимпач пытается отбиться. Так. Так. Либераторы не прикрывают нихрена. Нужно уходить. Уходит МС вниз, правда. С щитым ариком готов. 92. А нет, 82. 89. Сейчас полимет 7 сталкеров. Чудовар пошел. Так. Арахула летает здесь. Левелэйшн. Левелэйшна нет. Видит, где либераторы находятся. Но МС все. МС если не заулынет, то тут печаль. Либо сейчас Марин Лорд хорошо очень отобьется, либо МС сейчас переходить во что-то будет. Сканит Марин Лорд. Видит, что третьего нюкса нет. Пробка только-только выезжает сейчас его ставить. Но Марин Лорд не будет это видеть. Сентрии добавляет МС. Дробчик полетел 8 мариков от Марин Лорда. Смотрит. Довар сталкировать, здесь мазеркуриваемся, не, не получится, здесь дропнуться Марин Лорда, чтобы наубивать прямо много. Ну под пилоны по два, куда же ты дропаешься Марин Лорда? Марика поставил, вылетел, ну что думал, что МС не среагирует на то, что ваша база атакована, что ли, или что? Глупо было полагать такое. Либераторы ближе от Марин Лорда подходят, но нужно еще ближе, чтобы спуститься Био. Сентрикс эти, они сейчас не контролят, не контрят, пошел пил. Марин Лорд спускается, и все понимают, что нужно будет купить, Ревелэйшн кидает, и все, нужно уходить. Марин Лорд пересиджил Либератор вниз, вижу три Дарка, где они? Они здесь, на ГИТе. Пуретки, есть на рампе туретка, ЦС-шка с мейна перелетает на, сюда на третью, и одновременно еще Марин Лорд на золото привел базу, кстати говоря. Но сюда мула кидать невыгодно, разве что добывать отсюда, чтобы дома больше осталось. Почему? Потому что с обычных столько же добывают, сюда бы медиваркам одним рабочих перевезти, пока им все не видят. Так, Марин Лорд выходит, барак уже 164-145. Там МС как-то РУББ строит дестабилизатор, что собирается пойти. Сталкеров реально много. Марин Лорд идет вперед, у него 8 Либераторов, это реально очень большое количество. Самый идеальный расклад, который можно было бы сделать, бить Апсервера, но с тремя медиваками не сделаешь, вот в чем проблема. Было бы штук 5 медиваков загрузить эту армию, почти все перевезти вот сюда, разложить Либераторов сразу в ГГ. Хотя и в лоб, МС тут отбиваться навряд ли сможет адекватно, потому что здесь слишком много Марин Лорда и слишком мало МС. Стимпак, кстати, Марин Лорд заходит. Либераторы раскладываются прям по факту под МС юнитов. Начинают атаковать сталкеров, просто там пью-пью, такое происходит. Био, заход, марики, мародеры, еще один стимпак от Марин Лорда. Копаются минки, отступает ручка назад Марин Лорд. Ну, нужно... Так, а верчажи что? Все, верчажи кончились. Нужно ближе Либератора хотя бы одного привезти. Стимпак, сейчас еще раз Марин Лорд. Дарк начинает резать, Марин Лорд тканет. Дарка убивает 142-124. Здесь дарки к Марин Лорду залетели на вторую базу в карман. МС идет вперед отбиваться. Либераторы выдают демиджи, но очень много сталкеров подставляются под них, но с имморталом никто справиться не может. Сталкеры прямо вниз подвлеклись, нужно отойти. Вот Либераторы справляются с имморталами, в итоге 78-115. Будет МС и ГГ, писать или нет, пока? Пока нет. Даркова Марин Лорд убил. Вижу 6 сталкеров. Сейчас до варфи, вижу иммортала. Нужно уйти отсюда Марин Лорду. Либератор минус, конечно же, будет. Грейд 1-1. Все, нужно подводить все белую и не тупить на оклике, убивать просто. Я не знаю, что Марин Лорд ждет. Гейд вот этот ему вообще ничем не мешает, на самом деле. Идет вперед. 13-23 по лимиту. Обнаружил, АПСА сбил. Здесь где-то дистанцмайник странный пошел. Почему? Здесь рабочих построил на зоу. Вот немножко. Сторок один, сто два по лимиту. Заходи, не хочу. Заходит Марин Лорд. Хочет. Хочу, говорит. Филды-то рано или поздно. Кончил. Все, филдов нет. МС еще СН-3 вынужден варпить, но две СН-3 не смогут перекрыть все пространство. Так, дестабилизатор, выстрел никуда просто. Марин Лорд убежал далеко. Возвращается назад. Вот это что за хрень стоит? Почему это все сюда не подходит? Марин Лорд. Так, вот этим армией, то, что здесь есть, все проблевает, насколько я вижу. Спадают сталкеры. СН-3 ГГ пишет. МС наконец-таки. Здесь все решено в этой игре. Ну, молодец, Марин Лорд, что я могу сказать. СН-3 ГГц. СН-3 ГГц. СН-3 ГГц. третья игра marine lord mc ребят стрим уже сколько идет 7 часов скоро стрим будет к 8 часам я думаю сегодня часов 10 11 может 12 пойдет думаю что не больше так ребят чуточку fp mc посмотреть пошла на ночь если будет чистить тату он не нужно отойти а Продолжение следует... 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 Так, ГЗ, какое ГЗ? 6 часов 43 минуты. У нас 15 минут на последнюю игру. И Смолин Лорд Крава тащить не будет. 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 Сегодня РО 16. Продолжение, насколько я понимаю, завтра у нас. Орбитальная верфь Картекс. Здесь тоже зачистить можно. Секундочку, ребятки. Орбитальная верфь Картекс. На наши зомби напали. Так, всё, здесь МС ставит Ненсус, ребят. Прошу прощения, отвлёкся ненадолго. Пошла Кибернетка. Риппера строит Марин Лорд. В МС кибернетке сейчас всё будет готов. Адепт, собственно, Риппера он встретит, естественно. С пилоном завтыкал, но не сильно прям дико завтыкал. Мазеркор будет готов. Пилон очень хорошо, посмотрите, в МС стоит. Если Риппер вот по этому направлению будет запрыгивать здесь, либо здесь, минус Риппер будет адепт, перекроет основное направление. Что у нас Риппера вообще? Прокси проверяет, какого-то боится. Чизок вот МС, но МС да, Чизирок ещё тот. Ну что, МС не эксус. Ну что, МС не эксус. МС раскачивает. Точка сбора у нас стоит сюда. КСМ заезжает, нужно принимать. Мазеркор, сделай же ты удар хоть один. МС вафелок-то, а? Пильни-то рабочим. То есть, что-нибудь сделай ты с этой КСМкой. На одном ХП ездит здесь. МС что-то в другом месте делает, по ходу дела. А, он с Риппером здесь бился. Адепт он проверил, КСМка в итоге. Сама убилась как-то об этих. Об адепту. Так, Робо Бэй, ещё один адепт делается. Здесь, если Риппер летает, захочет запрыгнуть. И МС будет внимательным. Мазеркором сразу же его примет, убьёт. Здесь у нас опять же передроуп с Минкой. Будет. ССшки третьей пока нет. Но вторая раскачивается у Марин Лорда зато. Так. Все мне будете писать тут. Когда надо, туда, куда надо, я пойду, естественно. Но не до конца этой пары. Это 100%. Поэтому я надеюсь на победу МС. И вот так как до конца пары будут не очень уходить. У них устроится дестабилизатор. МС пошёл на вторую базу, кстати говоря. Обсиджером видел, что полетел к нему оппонент. А, Мазеркорг сюда идёт. Адептов увёл. Так, залетают Минки. Раз. Одна успела закопаться. Вторая не успела. Медивак улетает сейчас. Обсервера я не наблюдаю. Вот он и есть. Сейчас точка сбора на вторую. Восстанавливает МС нормальное, в общем-то, здесь добычу. Обсервер летит сюда. Мазеркором нужно Минку выбить только. Она сейчас за КДшится. МС уводит рабочих. Всё, Минка выбита. Отлично. Понимает, что как раз на грани КД была ситуация и улетел. Так, дестабилизатор будет прорываться? Будет. Но туретка хорошая от Марин Лорда. Марики здесь с другой стороны стоят. Ну, некуда и дропнуться-то МС особо. Разве что по самому краю под парой выстрелов. Туретки пролететь. МС видит. Туретки не стал. Дропаться. Делается блин, делается третий нексус. Всё стандартно. Всё в основном это не нужно. Всё. Всё очень хорошо. Управление в стакане. Ну, всё очень хороший. Попробуем. Ну что, здесь двойной дроп летит, но Мариков здесь не 16 штук, а 14, потому что 2, почему-то место свободное. Залетает Марин Лорд, МС, реагируй же ты, МС, Мазеркор не реагирует, Уверчаж раз, Уверчаж два, хорошо Уверчаж выстрел, МС. Марин Лорд просто провальный контроль, Мариков отдал 100 на 96 в итоге в пользу МС по лимиту, и МС решил чисто надежно, чтобы не какие-то там выстрелы непонятные патронами стрелять, вдруг промажешь, чтобы не промахнуться Билли просто. МС решил колоссов еще с рейнджом добавить, два дестабилизатора с призмой смоу, ну в принципе интересное решение такое. Еще один дроп на 16, Марик пошел в третью ЦЦшку, Марин Лорд строит, по лимиту пока ровно, но если МС отобьется от этих дропов хорошо и сделает выход, я думаю, что он пробреет, но нужно отбиться от дропа сначала. Так, с четырьмя адептами призма полетела, МС видится, Тигря, врыв. Так, колосс здесь, дестабилизатор здесь, стреляй же ты, МС. Стреляет вообще мимо. Ну, сталкер, я пришли, 7 пробок потерял. Ну да, нормально, 7 пробок, это не смертельно. Блин к сталкерам есть, я не понимаю, почему МС им не пользуется сейчас, просто загадка-то меня. На мейне дроп на халяву убивает, ну один сталкер может быть погибнет, нет, и тем ушел МС в итоге. Здесь что-то медиваками подумал дропаться, Марин Лорд подумал-подумал, решил, что дропаться не стоит. Второй колосс уже выходит, дальше апсервер, третий колосс, почему МС так срочно понадобился апсервер, я не знаю. Здесь под Харас был с адептами, две КСМ-ки минус, ну, улетел, все нормально, Марин Лорд пытался поймать, но призма-то с мувом, поэтому попробую ее поймать. Видят МС, тут медиваки возвращающиеся, будет ли ломиться вперед, вопрос хороший. Здесь либераторов две штучки уже есть, но у МС делается адептом Глепа, у МС делаются архивы темпларов, у МС две фаржи, МС в макро решил перейти. Что, МС не будет убивать, пытаться сейчас Марин Лорда вот такой темой, врывом таким. Это очень странно. Так, адептов дропнул, МС улетел, Майлики очень быстро среагировали, Марин Лорд молодец. Оборона, кстати, хорошая, туретками все перекрыто, вот кроме вот этого направления. Ну и вот здесь вот можно пролететь ко второй, например, но это тяжело все сделать, потому что МС точно не знает расположение зданий этих оборонительных. Второе робо делается, то есть колоссы с двух робо будет же, две фаржи, но грейды-то 1-1 надо заказать тогда, если ты две фаржи запилил, заказывает МС. Грейды 1-1, 3 гейта добавляется, 3 пилона, саплая блока не будет, не эксус будет, не эксуса пока нет. Два эмортала, это МС такой прямо неубиваемый наземный микс МС делает. Ну у Тирана 2-2 грейды заказаны, если МС будет так отставать по грейдам, это будет очень печально. Еще три минки Марин Лорд дропает сейчас, но скоро будет Шторм готов, это очень важный момент. На четвертой базе минка есть, нужно выбить МС. Выбивает ее агрессивным блинком, эту минку. Марин Лорд готовится врываться на мейн, но МС ни одной фотонки, кстати, здесь нет, но у него есть пилонов, три штучки зато. Копаются минки, МС вообще не реагирует. Ой, какие сейчас залпы будут больные. Нет, повезло еще МС, что не так, так немного он потерял. Здесь у нас все еще летает, все еще летает у нас призма. С адептами пытаются что-то сообразить МС этой призмой. Миночка на мейне есть, нужно как-то ее забрать. Как ее забрать, я пока не понимаю. А вот прилетает Апсервис, все, сейчас заберет МС. Марин Лорд делает в это время выход под четвертую базу МС. У него есть энергия на Штормы уже, если сейчас Либераторы вовремя не разложат. Так, раскладывается Марин Лорд вовремя, но у МС есть Уверчаш, у МС есть Штормы. Чего МС боится? Либераторы вообще ничего не перекрывают даже. Подходят, вне рейнджа вот этого всего дела. Минки копаются у Марин Лорда, МС не реагирует, сейчас будет бубошечка. Шесть пробок, могло быть больнее сейчас для МС, но как-то так пока. Так, ну под Либераторов лезет. Это Нексус, нужно отдавать Нексус сейчас, естественно. 291 в пользу Марин Лорда, сейчас 2-2 еще будет у Марин Лорда. Но если как-то на Штормах Марин Лорд не отдастся сейчас, то все нормально будет. У него, я так полагаю, хотя-хотя, какой-то МС полез под Либераторов, какой-то полез-то МС. Штормы пошли, Штормы хорошие. На муве сталкрем под Либераторов. Дестабилизаторы хорошие выстрелы, 155-146. Дестабилизаторы вперед вылезли, Марин Лорд выпускнул. Что же МС такой этот наглый-то, я не понимаю. Прямо на клике под Либераторов. Так, складывается Марин Лорд, уходит, МС не видит. Этого нужно ему что-то делать. Призма летает здесь с адептами. Может вперед выйти с этой Призмой? 2-2 Аграйды заказывает, МС вперед пошел. Гастов нету пока у оппонента. Пока гастов нет, можно и нужно пытаться что-то сделать, МС видимо. Так, скан кончился. Куда МС двигается? МС двигается взад-вперед. Так, Призма летит, минус Призма сейчас будет моментально в море. Рабочих меньше, все уменьшу МС. Так, идет Марин Лорд вперед. МС штормами отгоняет его. 3-3 игры летел, здесь 2-2. Либераторы как были разложены, так и разложены. Марин Лорд здесь рядом, около МС находится. МС все прекрасно видит сейчас, что и где происходит. Армия напополам разделена. У МС, кстати, неприятно. Здесь нужно уйти на хайграунд, видимо, сталкерами. Точнее, колоссами. Либо сталкерами вниз спуститься. МС делает второе. Спускается вниз сталкерами. Нужно идти, Либераторов убивать. Сейчас Марин Лорд реагирует. Смотрите, хорошая позиция для МС, я вам скажу. Либераторы вообще ничего не прикрывают. Вот, все. Ломаем прирост, ломаем Либераторов. Марин Лорд переставляет их сейчас. МС идет вперед. Либераторы падают. Штормы пошли. Хорошая атака от МС. Вроде как. Но Марин Лорд с двух сторон идет. Колоссы не имеют. Сейчас только ДПС, чтобы прям взять все и выбить. Но на халяву тут ломает тех Либераторов МС. И ломает все-таки Марин Лорда по земле. Здесь Викинг один купит. Отдается. Четвертый Нексус готов. У Марин Лорда четвертая ЦЦ-шка есть. Но МС всей своей гопшой выдвигается. Сейчас 2-2. Еще в 2-2 будут грейды в итоге. Либератором делается рейндж атаки. Но он не успевает делаться. 43.85 по боевому лимиту. Судя по всему, МС будет забирать. Если он как сейчас адский не на тупорезе здесь, я думаю, что он изи просто заберет эту карту. И матч в целом. И мы пойдем смотреть уже с чистой совестью, в общем-то, дальше. Крепище. Так, Либераторы две штучки вылетают. Нужно МС сместиться. Конечно, он смещается. Здание падает. Под колоссами все бегает. Какие штормы здесь могут зайти? МС пока не кидает шторму. Зашел под Либераторов. Куда же ты полез-то, МС, дружок? Они больно бьют. Что-то эти штурмовики отдельно от Сироармии вообще бегают. 110, 143 по лимиту. Четвертый нефт, ну, что добычу начинает. Сканет там Марин Лорд. Гастов как не было, так и нет. Что МС встал-то, я не понимаю. Призма где-то вдалеке. Сталкеров часть. Вообще мимо кассы. На Ф-2 нажмит и приведет сюда все. МС на халде Марин Лорда напрягает. Сейчас очень хорошо. КСМ-ки отдаются. Все здесь отдаются. Либераторы все новое и новое выходят. Так. Мазеркор влетает. Либераторы раскладываются еще ближе. Мазеркор минус. Сталкеры как где-то поодаль стояли, так и стоят в итоге. Так. Марики приходят. Зря они сюда пришли. МС не видит, что четвертая походу Нексус есть. И Марин Лорда камни. Точнее, СЦ-шка четвертая у Марин Лорда есть. Камни пробивает. МС будет спускаться. СЦ-шку обнаружит сейчас четвертую. Обнаруживает четвертую. А в Северном точнее он уже ее обнаружил. Марин Лорд пытается вычинить. Марин Лорд пытается отбить СЦ-шку. Ошибка со стороны Марин Лорда под штормом гуляет. Вообще развал сейчас. ГГ. Красавчик. Красавчик просто. Красавчик. 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 Так. Стоп-старт сейчас сделаю, разрежу турнир, ребят. Две минуты меня не будет, потом я вернусь.